ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ 31 марта 1904 года погиб на Петропавловске адмирал Макаров. 1 апреля об этом узнал адмирал Того и тотчас телеграфировал в Токио. А уже через день, 2 апреля, японская главная квартира отдала приказ начать десантную операцию по высадке на Ляо-Дуни, 2-й японской армии, под командованием генерала О-Ку. Так расценили в Токио гибель русского флотоводца. Японцам стало ясно, что обезглавленный потерей командующего русский флот не сможет помешать намеченной операции. Боевой дух, который так старательно поддерживал на флоте погибший адмирал, сменился полным упадком. Вполне боеспособная эскадра вместо активных действий в море спряталась в закрытый порт и не решалась оттуда выйти. Деморализованная. Она оказалась бессильной помешать противнику произвести перевозку на 83 транспортах из Кореи на Квантун целой армии в составе 36 батальонов пехоты, 17 эскадронов кавалерии и 216 орудий, всего свыше 50 тысяч человек. В порту Артуре узнали о появлении японского флота с десантом в бухте Янтоа около Бедзиво днем 21 апреля. Насмерть перепуганный наместник Алексеев, ни с кем не попрощавшись, спешно покинул Артур, назначив начальника своего походного морского штаба адмирала Витгефта на должность командующего эскадрой. В районе высадки вражеского десанта находилась 4-я дивизия генерала Фока, но он ограничился лишь ролью зрителя и ничего не предпринял для того, чтобы оказать сопротивление врагу. В Артуре происходили беспрерывные заседания адмирала Витгефта с целью выработки плана противодействия японцам на море. Зараженные оборонительными тенденциями Витгефта командиры судов и младшие флагманы в один голос высказывались против каких-либо активных действий. Задержать высадку десанта, по мнению моряков, могли только сухопутные части, а в штабе СТСС или считали, что главная роль в борьбе с десантом противника принадлежит флоту, и сухопутные части должны лишь добивать остатки высадившегося войска. Даже получив прямой приказ Алексеева выслать навстречу десанту броненосец Пересвет с пятью крейсерами и десятью миноносцами, Витгефт не выполнил его под различными пустыми предлогами. В результате 21 апреля японцы начали высаживать десант. Погода им неблагоприятствовала. Разразившийся на следующий день сильный шторм с дождем и вихрями почти на неделю задержал высадку десанта. Зато эта же погода очень облегчила бы действия русских миноносцев. Воспользовавшись ненастьем, они легко могли бы подойти незамеченными к вражеским кораблям на торпедный выстрел. Такая задержка с высадкой десанта, кроме того, позволяла сосредоточить к месту высадки не только всю дивизию ФОКа, но и подтянуть силы из Артура и даже Манчжурии, но ни моряки, ни сухопутные начальства ничего не сделали, чтобы помешать японцам. Стессель разрешил ФОКу действовать по своему усмотрению, но в большой бой не увязываться, а Витгифт попросту не выслал на море ни одного корабля. Четверо суток. Передовой эшелон японского десанта в составе батальона при четырех орудиях был полностью отрезан от эскадры и лишен какой бы то ни было поддержки с ее стороны. Дивизия ФОКа легко могла его уничтожить, но генерал ничего не предпринял для этого. Все поведение как Витгифта, так и ФОКа со Стесселем явилось прямым предательством и измены. Только по прошествии семи суток, когда основная масса японской армии была уже высажена на берег, ФОК двинул к месту высадки две роты с полубатарей. Этот небольшой отряд, будучи атакован превосходящими силами противника, потерпел поражение и отошел к городу Дзинджоу. Прервав 29 апреля железнодорожные сообщения порт Артура с Манжурией, генерал ОКу двинулся на юг, к городу Дзинджоу, где имелось укрепленные позиции русских, прикрывавшие Ляодунский полуостров с севера, и к 10 мая передовые части японцев появились в этом районе. От порта Артура до Дзинджоу по железной дороге было всего около 70 верст, и все же на переезд требовался целый день. Слабосильные устаревшие паровозы медленно с трудом передвигали составы по 20 вагонов в каждом. Выехав со своими солдатами утром, 7 мая из Артура, Звонарев только к вечеру добрался до места назначения. На станции толпилось много солдат. Около небольшого кирпичного здания вокзала разместились длинные деревянные склады интендантского имущества и огнеприпасов. В полутора верстах от станции возвышался ряд сопок, унизанных окопами и проволочными заграждениями. Вправо, в обход позиции, шла широкая дорога к обнесенному высокой каменной стеной китайскому городу Дзинджоу. Сзади, за железной дорогой, виднелся длинный, но мелководный залив Хунуэза. Проголодавшиеся за день солдаты устремились в устроенную под навесом столовую. Блохин, Белоногов и Заяц со своими бочками пробрались к окну, через которое выдавали похлебку и хлеб. — Насколько человек? — спросил грязный кашевар. — На полсотни, — ответил Блохин. — Где ваш атестат? Высунулся в окошко артельщик-стрелок. — У прапорщика. А вот записка от вашего коменданта. — Тут написано на сорок, а не на пятьдесят. — Отпусти им на полсотни, видать, люди голодные. Сразу смягчился артельщик. Через полчаса, налившись по самое горло жиденькой похлебкой, и на ходу, грозя черствый хлеб, артиллеристы двинулись со станции. — Супротив наших харчей на утесе, похлебка совсем даже мусорная! — хрипел сзади Блохин. — Если бы шкалик не пропустил, так совсем бы в глотку не полезла. — Да, нашу рыбку мы, верно, тут не раз вспомним, — вздохнул Кошелев. — Заяц зачем с нами? — Неужто наводчиком будет? — удивился Лебедкин. — Народу здесь по более четырех сотен, а артельщик один. — Вот и приказал генерал меня с Белоноговым на помощь сада послать, — горделиво заявил Заяц. — Ишь ты, важный какой стал! Сам генерал о нем приказ дает, — бубнил Блохин. — Обо мне он только раз приказ и отдавал, когда велел выпрыть. Быстро по-южному спустилась ночь. В темноте смутно белело полотно дороги, в траве стрекотали цикады, где-то на болоте квакали лягушки. Гулка донесся свисток паровоза, и многократно повторенный эхом постепенно затих в сопках. По дороге медленно тащились, немилосердно скрипя немазанными колесами, китайские орбы, запряженные коровами. — Далеко нам идти, товарищ Богороди, — справился Кошелев. — Как гору обогнем, будет шосса на правую руку. По ней поднимемся и аккуратно позицию пойдем, — ответил Родионов. Шедший впереди, рядом со Звонаревым. — Да японц-то далеко ли, — спросил Лебедкин. — Из пушки достанешь, — ответил Булкин. — Японцы постепенно приближаются к Дзинжоу со стороны горы Самсон. Верно, дня через два-три они и сюда доберутся, — пояснил Звонарев. — Значит, и Житухинам осталось всего три дня, — прохрепел сзади Блохин. — Раньше времени помирать собрался. Кто в тебя, Блоху попадет? — А ежели падет, то отскочит, — усмехнулся Блохин. — Меня только с морской пушки убить можно, а плевая не берет, вроде бронированный я. — Расхвастался черт. — Смотри, как бы японцы тебе кишки не выпустили, куда им не доберутся. — Больно толстый я стал от зоновских харчей. — Что, березовую кашу своего зона никак забыть не можешь? — спросил Родионов. Через четверть часа команда подошла к небольшому лагерю, разбитому за позицией на южном склоне Сопок. Звонарев пошел представиться командиру роты, штабс-капитану высоких, а солдаты остановились у палаток в ожидании дальнейших приказаний. Их тотчас же окружили. Откуда? Из какой роты? Кто командир? Сколько у вас всего? — посыпались вопросы. — С электрического утеса сорок человек да один прапор, — за всех ответил Блохин. — Значит, поруху уже нюхали достаточно. Да, видать, не нанюхались, что суда притопали. Солдаты разошлись по палаткам, расспрашивая о жизненной позиции. — Житуха у нас пока была тихая. Пушки ставили, до снаряда возили. — Харч, правда, плохой. Только когда у китайцев свиньей разживешься, еда как следует. С водой плохо. Колодцы нарыли, а вода в них горькая. Много и в жажду не выпьешь, — рассказывали солдаты вновь прибывшим. Пока солдаты знакомились с новым местом, Звонарев сидел в палатке у высоких. Штабс-капитан принял его запросто и предложил чаю. Выслушав подробный доклад прапорщика, он ознакомил его с планом дзинжоуских позиций, расположением батарей и предположениями относительно предстоящих боев. — Вам я поручу левый фланг. Там шесть батарей легких и старых китайских пушек. Сам я командую батареями центра. Здесь расположены все тяжелые орудия. Правым флангом будет командовать поручик Садыков, а известковый батарей, что за железной дорогой, поручик Соломонов. Завтра вы со всеми познакомитесь. — Солдат ваших я тоже направлю к вам, за исключением артельщика и кшевара, которых оставим тут. — Ваш фейерверкер знающий? — спросил высоких у Звонарева. — Прекрасный солдат и вполне надежный фейерверкер. Вот и отлично. — Мне надо назначить кого-нибудь понадежнее на батарею, что у северных ворот города. Там всего четыре старые китайские пушки и по пятьдесят снарядов на орудии. Назначать туда офицера незачем. Задача батареи — прямой наводкой обстреливать подступ к городу, а затем, бросив пушки, отойти и суда. — Мне приказано связаться также с инженером Шевцовым. Завтра с утра увидите его на позициях. Он заставит вас заняться прожекторами, которые у нас не в порядке. — Разрешите пойти посмотреть, как расположились мои люди? — попросил Звонарев. — Выйдемте вместе. За одной позиции обойдете. На ночь я всегда сам осматриваю, все ли в порядке на батареях. Вышли из палатки. Кругом все было окутано мягкой ночной темнотой, только внизу за главной позицией светились казармы стрелкового полка до окна офицерского собрания, откуда доносилась бравурная музыка. — Здесь с самого утра гремит эта музыка и не умолкает до глубокой ночи, — пояснил Высоких. — Веселый, значит, полк и бодрое настроение у офицеров, — иронически заметил Звонарев. — Вы давно здесь? — С первого мая. Хотя позицию стали укреплять с начала войны, но работа шла через пень-колоду. А когда японцы высадились в Бедзиво, то мы сразу запороли горячку. Сформировали наскро нашу роту, причем в нее. Ротные командиры поспешили сплавить всех самых плохих солдат и фейерверкеров. Около артиллерийского лагеря, состоящего из полутора десятков палаток, они несколько сдержались. Родионов, — окликнул Звонарев, — я, Ваше благородие, — вынырнул из темноты Родионов. Звонарев сообщил Родионову о его новом назначении. — Справишься? — Не боишься? — Отчего не справиться? — Не страшнее будет, чем у нас на утесе бывало, — спокойно ответил фейерверкер. Отпустив Родионова, прапорщик зашагал вместе с высоких дальше. Вдоль всех батареи шел ход сообщения, рядом на столбах был протянут телефон. В темноте чернели невысокие брустрижи батарей, кое-где офицеров окликнули дневальные. Обойдя батарею, офицеры вернулись обратно. Едва расселу, как высоких уже поднял роту. Наскоро умывшись и прибрав в палатки, солдаты поспешили в столовую, где их ожидал чай, заваренный прямо в кипятильниках. Заяц с Белоноговым уже хлопотали около шести больших котлов, в которых варился обед для всей роты. — Слухай, ребята, что я вам скажу, — обратился к солдатам Родионов. — Мне нужно с собой на передовую позицию пять человек. Кто из вас хочет? — Желающих, казалось, больше, чем надо. — Тогда, значит, я сам выберу по своему вкусу. — Купин, Блохин, Ярцев, Булкин и Гайдай, — перечислил фейерверкер. — Мне с тобой нельзя, — подскочил к нему заяц, — кухарить тебе здесь приказано. — Смотри, без меня корми наш ксутес как следует, — поучал Родионов. — За меня старшим в нашей команде остается Лебедкин. Его и слушать, как своего батьку. Подошел Звонарев. — Встать мирно, — скомандовал Родионов. Прапорщик поздоровался. — Садись, — приказал он. И присел к столу около Родионова. — Кто ж с тобой идет, — спросил он. — Фейерверкер назвал фамилии. — Ладно. — Как кончите есть, зайдите за мной в палатку. Вместе пойдем. С северо-запада на юго-восток, перегораживая узкий перешеек между двумя заливами, тянулось гряда невысоких сопок от берега Дзинжоуского залива и до залива Хунуэза. Высота их на севере достигала шестидесяти сажений над уровнем моря, а на юге несколько снижалось. Как раз посредине между ними, верстах в двух, впереди позиции, выселся обнесенный трехсоженной каменной стеной городок Дзинжоу. Здесь же расположилась китайская деревушка, являющаяся как бы пригородом Дзинжоу. По другую сторону Дзинжоуской долины сразу начинались крутые отроги горы Самсон, закрывающие весь горизонт с севера. Все они поросли густым гаолянам, чумизой и кукурузой. В этих зарослях свободно могли незаметно передвигаться целые полки. Только около самых вершин хребта виднелись скалистые голые пространства. Окопы вкруговую опоясывали все сопки. Внизу, у самой подошвы, шел первый ряд траншей, прикрытых спереди широкой полосой проволочных заграждений. На половине горы был расположен следующий ярус окопов с колючей проволокой, тоже охватывающий позицию со всех сторон. Наконец, на самом верху расположились десять люнетов, обращенных своими фасадами на все четыре стороны. Таким образом, только расположенные между люнетами и позади них батареи стояли фронтом на север и на северо-восток, откуда ожидались главные атаки противника. Такое устройство позиции превращало ее в ловушку для занимающего ее гарнизона в случае прорыва японцев в тыл, ибо при этом всем частям пришлось бы отступать к узкому двадцатисаженному проходу в проволочных заграждениях, устроенному за крайним правым флангом. Это же обстоятельство затрудняло эвакуацию раненых во время боя и делало невозможным вывоз орудий при отходе. — На какой бой рассчитана эта позиция? На оборонительный или наступательный? — спросил прапорщик у высоких. — На любой, кроме наступательного. Вперед с этой позиции и не уйдешь. Короче говоря, позиция заранее предопределяет нашу пассивность в бою. Нам и дана задача оборонять Квантунский полуостров с севера. Мы попробуем задержать здесь японцев, и если это удастся, то пробудем тут до прихода помощи из Манчжурии, а если нет, отойдем к Порт-Артуру. Позавтраков, Звонарев с солдатами двинулся в Дзинжоу. Вблизи стены города оказались далеко не такими внушительными и прочными, как выглядели издали. Во многих местах они поотрескались и осыпались. Ворота были деревянные, узенькие. Да нельзя грязные, кривые улички, мелкие китайские ловчонки, масса ребятишек, копающихся в уличном мусоре, и удушливый запах кунжутного масла, чеснока и падали были достопримечательностями Дзинжоу. В центре города было расположено несколько двухэтажных домов полуевропейского типа, но с китайскими черепичными крышами, с загнутыми вверх углами. Здесь же была кумирня, окруженная жалким подобием сада. На небольшом расширении улицы, игравшем роль площади, столпились китайские арбы со всевозможными продуктами. Тут же выселся столб для объявлений, около которого стоял Глашатый, время от времени под треск барабана, доводящий до всеобщего сведения о последних распоряжениях местного китайского губернатора Даотая и русских властей. Шумливая и подвижная базарная толпа то напирала на него, притискивая к самому столбу объявлений, то отходила к краям площади, и тогда Глашатый усиленно звал ее к себе барабанным боем. В толпе китайцев бродили несколько русских солдат, среди них находился и Блохин. Он приценивался к различным товарам, но ничего не покупал. — Чем не наша ярмарка? Народу тьма, гомонят, торгуют, а чего надо, того и нет, — философствовал солдат. — Чего ж тебе понадобилось, — справился один из солдат. — Надо мыльцы купить, да жаль денег на него тратить. Лучше пропустить стакан рисовой водки, хотя она и слабше нашей, но пахнет по-настоящему. — Водку продают за углом, да и то из-под полы. Запрет на нее положен. — Чтоб, значит, солдаты не пьянствовали. Китайцы-то ее не пьют, все больше гашиш курят за мест водки, опиим прозывается. — Пробовал я его. Ошалел, а удовольствия никакого, — ответил Блохин. — Нет, для русского человека лучше водка. На площади появился одетый в просторный белый кафтан такие штаны китайский чиновник. Над ним несли большой зонтик, прикрывавший его от палящих лучей солнца. Босоногие китайские полицейские с бамбуковыми палками в руках и прямыми короткими мечами у пояса двое из них разгоняли толпу, очищая дорогу. У столба с объявлениями установили удобное плетеное кресло, чиновник опустился в него. Один из полицейских тут же над головой его укрепил зонтик, а другой стал обмахивать большим веером лицо своего начальника. Глашатый громко выкликал китайские имена. Вызываемые проталкивали сквозь толпу к чиновнику, и начался суд. Чиновник лениво слушал, что ему говорили, задавал вопросы, на которые ему пространно отвечали. Истец, хорошо и чисто одетый, с щетками на шее, неторопливо излагал свое дело, показывая руками настоящего рядом бедняка. Когда он кончил, бедняк бросился на колени перед чиновником и быстро заговорил. На жирном скобческого типа лице чиновника появилась брезгливая гримаса. Загнутым вверх концом своей туфли он ткнул бедняка в лицо и что-то сказал. Бедняк припал лицом к земле, о чем-то умаляя чиновника, но тот уже отвернулся от него. Двое полицейских оттащили китайца в сторону, бросили его на землю и начали избивать бамбуковыми палками по икрам и пяткам, что-то при этом приговаривая. Около избиваемого собрала столпа, которая громко выражала свое возмущение происходящим. К месту экзекуции протиснулись блохин и солдаты. — Ишь, как над человеком сгаляются! У нас тоже бьют, но розгами, а тут лупят прям палками. И как только народ такое издевательство терпит, — удивился блохин. — У нас целыми деревнями подряд всех порют от мальцов до стариков, и тоже народ переносит, — ответил один из солдат. — Дай время, и у нас, и у них перестанут терпеть. — Слушок уже прошел, что в России заварушка поднимается. — За что, человек, терзаете? — спросил блохин у полицейских. Те непонимающие посмотрели на него. — Да что бьете, сукины сыны? Уже сердито повторил вопрос блохин. — Денга плати нет, — послышалось из толпы. — Так. — Значит, все одно, как у нас, недоимки с крестьян выколачивают. — Видать, у бедного человека везде одна судьба. — Сколько он должен? — справился блохин. — Много, много, — ответил тот же китаец. — Плохо, значит, его дело. — А может, не очень много, два-три рубля. Кто ему даст? — спросил блохин и поднял для ясности вверх три пальца. Китайцы уже давно о чем-то совещались между собой. Некоторые протягивали медные деньги полицейским. — Помочь хотят, — догадался блохин. — Возьмите и мой гривенник, может, и он пригодится. — Мало есть, больше надо, — сказали китайцы, беря деньги. — Эх, нет у меня грошей, чтобы избавить человека от тиранства, — вздохнул блохин, порывшись в кармане. В это время в толпе показался Звонарев. Он знаком подозвал к себе солдат. — Что такое? — спросил он у блохина. Солдат пояснил. — Сколько же он должен? — справился Звонарев, участливо глядя на худое и измученное страданиями лицо избиваемого. — До смерти забьет человека за долги, — проговорил блохин, заметив взгляд прапорщика. Звонарев подошел к полицейским и властно спросил о величине долга наказываемого. Увидев перед собой русского офицера, полицейские перестали бить китайца и на ломном языке ответили. — Три рубля русские деньги. Увидя офицера и услыхав его вопрос, к Звонареву подошел один из чиновников, стоящих тут же. — Господина капитана хочет заплатить за ответчика. — Он очень плоха, человек, мал-малахунгус. — Денга есть, плати не хочу. Думай, побьют, а денга мне останется. Окружившие прапорщика китайцы при этих словах сразу громко заговорили, оживленно жестикулируя. Звонарев недоуменно смотрел на них, не понимая, что происходит. — Врет все это халуй. — Хозяйскую руку держит, — закричал блохин. — Бери, блохин, трешку и разбирайся с ними сам. Мне к коменданту города надо, — сказал прапорщик и отошел. — Эй, кто тут по-русски понимает? — обратился к китайцам блохин. — Я мало-мало понимаю, — отозвался один из китайцев. — Тогда слушай, что я тебе скажу. — Сколько вы денег промеж себя собрали? — Китайцы не сразу ответили, долго спорили, потом, наконец, блохин получил ответ. — Собрали рубили полрубеля. Давай их сюда. — Получи трешку и будем в расчете. — А на полтора рубля хорошо выпью за здоровье побитого. Все будет в полном порядке, — усмехнулся блохин. Китайцы не скоро поняли, что им предлагает солдат. Когда догадались, взяли было трешку, но тут в дело вмешался высокий хмурый китаец. Он отобрал трешку у китайцев и вернул блохину, мрачно проговорив. — Русские деньги надо, нет. Китайцы и сами собирай. — Так я помочь хочу. — Даю от чистого сердца. Толкаясь по базару, блохин натолкнулся на блохин, торговавшего безделушками и слоновой коробой. Костя. Особенно понравилась ему статуэтка, изображающая молодую женщину с ребенком. — Покажите-ка, Лао, эту вещичку! — втянулся блохин за статуэткой. Китаец посмотрел на него недоверчиво и, видимо, опасаешься, солдат украдет вещь. — Ты не сомневайся, Лао, я с ней не убегу! — поспешил заверить китаец и блохин. Понял ли его китаец или физиономия солдата почему-то внушила ему доверие, но он протянул статуэтку блохину. — Решить, какие мастера делают такие красивые штучки! — Народ бедный и живет плохо, а какую красоту сотворяет! — Отстать нашим полишанам! — Сколько за нее хочешь, Лао? — Три рубли! — подумав, ответил торговец. — Сдурел ты, что ли? Рублевку, дама, больше не копья! — сказал блохин и для большей ясности поднял один палец вверх. Китаец отрицательно покачал головой. Блохин перебрал еще несколько безделушек, удивляясь их тонкой художественной работе, но лучше той статуэтки не оказалось. — Эх, была не была, дам за нее полтора рубля, а ось прапор не очень заругает, и он знаком объяснил китаецу свою цену. — Торговец уже соглашался продать за два рубля. — У меня столько денег нет! — развел руками блохин. Огорченный солдат уже хотел было отойти, когда к продавцу подошел другой китаец, быстро о чем-то ему говоря. После этого торговец неожиданно согласился на предложенную блохиным цену. Обрадованный солдат бережно завернул свою покупку в платок и для пущей сохранности спрятал ее за пазуху. — Вскоре блохин снова встретил Звонарева. — Виноват я перед вами, ваш бродь. Стратил все ваши деньги, полтора целковых осталось. — Остальные пропил, что ли? — хмуро спросил прапорщик. — Я ваш бродь пью только на свои деньги. — Даже обиделся блохин. — Вот купил для вас вот эту игрушку. И солдат протянул статуэтку Звонареву. Взглянув на статуэтку, прапорщик невольно залюбовался ею. — Да, действительно прекрасная вещичка. — Но зачем она мне? — Парьки, то бишь своей барышне, подарите, — ухмыльнулся солдат. — Не совсем удобно дарить девушке сувениры, напоминающие о материнстве. Обидится еще чего доброго. Я ее все-таки мало знаю, — заколебался Звонарев. — Они, девки, что генеральские, что простые, страсть любят подарки. Покрасивши были б. Раз всем зачнут показывать, хвастать... — Я и не подозревал, что это такой знаток девичьего сердца, — улыбнулся прапорщик. — А ежели они осерчают, то вы, ваш брод, скажите им, что это подарок от меня, — предложил солдат. — Так она и поверит. Снова усмехнулся Звонарев, продолжая любоваться статуэткой, которая ему все больше нравилась. — Талантливый народ китайцы, — задумчиво произнес он. — Большие мастера по художественной части. — Бедна старинная, многовековая культура этого древнего народа. — Беру. — Спасибо, что достал. — Окончательно решил прапорщик, и они вместе пошли дальше. Кое-как протискавшись через город, Звонарев задержался у северных ворот, которые оказались закрытыми. Здесь было посвободнее. В тени домов, укрываясь от жаркого солнца, сидела группа стрелков. Они были голыми, по пояс, без фуражек. На глинобитном заборе висело несколько грязных, мокрых рубах и фуражек. Один из солдат старательно мочил белую чистую рубаху в огромной зловонной луже. — Ты что это делаешь? — спросил его удивленно Родионов. — Рубаху в грязи, Марайо, чтобы издалека не была заметна, — ответил солдат. — Нам всем приказано выпучить их в грязь, и тогда они вроде японских будут. — А у японцев разве не белое обмундирование? — удивился Звонарев. — Какое там? Он как на траву ляжет или в галяне ползет, так его и не увидишь. — Одежда на нем серо-зеленая, как раз под траву цветом. Только когда движется, тогда малость его видать. И фуражки у него такие же. Не то что у нас за версту белые видать. Артиллеристы, спросив, где расположена батарея, с трудом приоткрыли тяжелые ворота, по одному протискавшись в узенькую щель, по ходу сообщения дошли до батареи. Им навстречу вышло несколько человек. — Кто же из вас старший? — спросил прапорщик. — Я, ваше благородие. — Бомбардир-наводчик третьей роты Егоров Василий. Вышел вперед один из солдат. — Командование передашь фейерверкеру Родионову, а сам будешь у него за помощником. Японца не сильно беспокоит. — Днем, ваше благородие, ничего. Ночью до света глаз он не даст замкнуть. Лазит под самой батареей, давай, гляди, и пушку испортит. Стрелки-то чего смотрят? — Да за ним не усмотришь. Он как гад по земле ползет, в яму и канаву спрячется, его и не увидишь. А он нас по рубахам за версту замечает. — Ты в грязные лужи поваляйся, как пехотинцы делают. Тогда и тебя не будет видно, — посоветовал Блохин. — Что я свинья, чтоб в грязи пачкаться, — обиделся тот. Сейчас пихтура наш в таких свиней обратился. Начальство им приказ дало. Как увидишь лужу, где свинья лежит, так, значит, ее выгони, а сам за место ее ложись. И хрюкай, чтоб Японец тебя за человека не признал. Под общий хохот проговорил Блохин. Батарея состояла из четырех старых китайских пушек трех с половиной дюймового калибра с дальнобойностью на четыре версты. Пушки стреляли гранатами и картечью, шрапнелей на батарее не было. Хорошо укрытые в глубоких окопах, с козырьками над орудиями, пушки издали почти не были видны. Тут же рядом были устроены блиндажи для номеров и снарядные погреба. Поодаль, в тылу, находилась сложенная из кирпичей плита для приготовления пищи. Пока солдаты осматривались на новом месте, Родионов вместе со Звинаревым договорились о связи с главной позицией. Затем прапорщик вместе с Родионовым и Егоровым пошел в город представляться начальнику гарнизона. По дороге откуда-то из Гаоляна по ним дали несколько оружейных выстрелов. Пули с негромким щелканьем ударялись о брустверходы сообщения и выбрасывали маленькие фонтаны пыли. — Следит, значит, за ходом японец. — Нет, нет, да и постреливает, — заметил Родионов. — Он и днем, и ночью не сводит глаз батареи города, — ответил Егоров. Начальник гарнизона города Дзинжоу, командир сводной роты пятого полка поручик Горбов, помещался в простой китайской фанзе у северных ворот. Поручик в китайском халате сидел на канах, устланных коврами, с гитарой в руках, пил водку из стакана, напивая грустные романсы. — Привет вам, рыцарь благородный, — поднялся навстречу Звонареву поручик. — Зачем пожаловали в эти гнусные пенаты? Прапорщик объяснил ему цель своего прихода и представил Родионова. — Так, значит, ты теперь будешь моим начальником артиллерии, — обратился Горбов к фейерверкеру. — Для первого знакомства хлебни стаканчик водки, но чтоб потом ни ты, ни твои солдата Хмельнова в рот не брали. — А тебе, Егоров, поднесу за прежние твои заслуги. Ловко он епошат колотил, как блох. Даже ночью по вспышкам ружейной стрельбы трах, и они сразу замолкают. Затем Горбов отпустил солдат и предложил Звонареву позавтракать. — Выпьем, закусим, — соблазнял он прапорщика. — Смотришь, день незаметно и пройдет, а всю ночь приходится караулить на стене, чтоб епошки в город не забрались. Удивительно хитрые бестии в щелку и в ту пролезут. Звонарев попытался было отказаться, но поручик все же заставил его выпить и закусить трепангом. Выйдя от поручика, Звонарев неожиданно встретился с Бутусовым. Подполковник был защитного цвета рубахи, фуражки и таких же брюках. На ногах красовали защитные гетры и легонькие ботинки. Прапорщик с недоумением поглядел на Бутусова. — Удивляйтесь, что я не по форме одет. — В здешних краях, да еще летом, ходить в высоких кожаных спагах жарко и тяжело, а в ботинках удобнее и легче, — пояснил пограничник. — В таком обмундировании вас не разглядишь, и в десяти шагах удивлялся Звонарев. — Но откуда вы достали защитную краску, которая так прекрасно сливается с местностью? — У китайцев. Ее сколько угодно можно было купить в Японии по очень дешевой цене. Я всех своих пограничников еще год тому назад одел в защитный цвет. Нам по роду в службы приходится часто преследовать контрабандистов. Там в белом да черном далеко не уйдешь. Мигом из-за угла подстрелит. Правда, Стессель хотел мне объявить выговор за самовольное изменение формы одежды, но мы, пограничники, военному ведомству не подчиняемся. Нами командует министр финансов, а Витты не любит, когда кто-либо сается в его ведомство. Так Стессель с нас и остался. Теперь мои солдаты благодарят Бога за свою одежду, а пехота и артиллерия парятся и проклинает свое начальство. — Что хорошо в России и Сибири, то мало пригодно в Китае, — пояснил Бутусов. — Значит, и все наши войска можно было одеть в защитный цвет, а не заставлять пачкаться в грязи, как это делается и сейчас. Не только можно было бы, но и должно. Да разве с такими умниками, как у нас, сидят в штабе, о чем-либо путном можно договориться? Упрямее всяких ослов. — А солдаты за их глупость и упрямство будут на войне расплачиваться своей кровью. — С жаром, — говорил подполковник. — Я думаю, что Кондратенко, например, поддержал бы эти начинания, — заметил Звонарев. — По-видимому, он еще не вполне оценил огромные преимущества новой формы для солдат. Хороший он человек, но с начальством воюет только в крайнем случае. — Больше надеется его убедить, уговорить, а не брать быка за рога. Наши жерехи только такой способ обращения принимают во внимание. Туги на новшества. А нынче в военном деле его много, и мы сильно отстаем от иностранцев. Побудьте здесь. Сами убедитесь в правоте моих слов. Разговор с Бутусовым оставил у Звонарева тяжелый осадок. Ему была ясна справедливость слов подполковника, и он недоумевал, почему такие умные и прогрессивные начальники, как Белый, Кондратенко и другие, так легко уживались свопиющими промахами в организации русской армии. Трудно было предположить, что они их не замечали, вернее было думать, что им не придавали должного значения, считая пустяками. По возвращении в Артур обязательно обо всем расскажу Борейко. Он сумеет повлиять на начальство, — решил прапорщик. «Вернусь ли я или останусь здесь навсегда?» Мелькнула у него мысль в голове, но он поспешил ее отогнать, как неприятную муху. Было уже около полудня, когда Звонарев вернулся обратно на позицию. В палатке у Высоких он застал совсем еще молодого, развощокого инженера, капитана Шевцова, главного строителя дзинжовской позиции. «Знакомьтесь, Алексей Владимирович, это и есть наш инженер-артиллерист и на все руки мастер, представил Звонарева Высоких. Очень рад. Вы мне весьма нужны. Во-первых, для того, чтобы наладить наши прожектора, а затем для приведения в порядок всего нашего электрохозяйства, — оживленно заговорил Шевцов. — Весь к вашим услугам. Могу хоть сейчас приняться за это дело. Сейчас обед, а после часа мы с вами обойдем позиции и все решим на месте. Ваш, благородие, генерал едут, — доложил Вестовой Высоких. Опять этого дурака Фока нелегкое несет, — сердито проговорил инженер Шевцов. Офицеры вышли из палатки. Высоких со Звонаревым кинулись к навесу столовой, где уже построились на обед солдаты. «Рота, смирно!» — скомандовал Высоких, как только показался Фок в сопровождении адъютанта. Звонарев поспешно стал впереди взвода. Верхом на высокой худой лошади, отчаянно тряся приезде локтями, весь изгибаясь при малейшем движении, Фок был очень комичен. Худощавое лицо его со стриженной седенькой бородкой, с презрительной улыбкой в прищуренных глазах было багрово-красным. Поравнявшись со строем, генерал сдержал лошадь и громко заорал. «Здорово, мать вашу, так!» Звонарев от удивления даже рот открыл. Солдаты замялись и ответили в разброд. «Отвечать, Халуи, не умеете!» — напустился Фок. «Разрешите доложить, ваше превосходительство! Солдаты не поняли. Не то вы с ними здороваетесь, не то их ругаете!» — вступился Высоких. «Русский язык разучились, сволочи понимать! Здорово! Мать, перемать!» Затем генерал быстро повернул лошадь и затрусил от столовой. «Вольно! Можно идти за обедом!» — скомандовал капитан солдатом. «Ждали с высокой чести!» — громко возмущались солдаты. «Здоровкаются и то матом!» «Генерал-то Фоков слыхать и из немцев!» — заметил Блохин. «А так что ж из этого?» «Видать, по их, по генеральскому понятию, с русским человеком, значит, можно разговаривать только матерным словом!» Обедать высоких и звонарев пошли в офицерское собрание пятого полка, которое находилось в непосредственной близости, сразу за позициями. В большом просторном помещении стояли два ряда длинных столов, за которыми сидело уже около сорока человек офицеров. За небольшим столиком, расположенным между рядами столов, под огромным царским портретом, сидел сам командир полка, полковник Третьяков. Рослый, видный мужчина лет пятидесяти, заметный проседью, в окладистой бороде и в голове, он производил приятные впечатления своими мягкими манерами и ласковым взглядом голубых глаз. Рядом с ним сидели двое штабс-офицеров, капитаны и более младшие чины помещались за длинными столами, обед был в самом разгаре. Как только артиллеристы вошли в помещение и направились к Третьякову, чтобы поздороваться с ним и в его лице приветствовать всех присутствующих, полковник махнул рукой, и офицеры дружно подхватили. Без артиллеристов нам не пьется, и бокал пустой стоит, песня громкая не льется, и вино не веселит. Расположенный на дворе под окнами оркестр, заглушая пение, грянул тушь. Под гром рукоплескания Третьяков вышел к артиллеристам и на серебряном подносе протянул им два больших кубка с вином. Осушив их одним духом, звонарев и высоких, как почетные гости, усели за столом командира. Третьяков подробно расспросил их о положении дел с установкой орудий и подвозе боеприпасов. Надо поторапливаться с оборудованием позиции. Есть агентурные сведения, что японцы все силы стягивают к Дзинджоу. Еще день-два, и нам здесь придется выдержать бой с превосходящими силами врага. Это вы, господа артиллеристы, должны твердо помнить, предупреждал полковник. Имеются ли у вас сведения о количестве орудий, которые, предположительно, могут быть у японцев в предстоящем бою? Поинтересовался высоких. Точных нет. Но, судя по всему, их будет не меньше двухсот. Конечно, это все полевые орудия, калибром не больше четырех дюймов, против наших шестидесяти пяти пушек. Правда, у нас средний калибр шесть дюймов. Орудие большей мощности, что может очень помочь нам в борьбе с артиллерией противника. Вам следует иметь в виду тактику японцев, сказал Третьяков. Свои батареи они ставят закрыто и рассредоточено. В бою под Сан-Шилипу наша полубатарея, стоявшая открыто, через десять минут была сбита, потеряв три орудия из четырех и половину солдат, предупреждал Третьяков. Но тогда нам придется туго. — У нас все пушки стоят совершенно открыто и поставлено буквально колесо к колесу, — проговорил Звонарев. — Увеличьте высоту брустверов, углубите орудийные гнезда, накройте, наконец, орудия сверху щитами из досок или в крайности из плетенных матов, но постарайтесь по возможности замаскировать их, — предложил Третьяков. — Да, но все это надо было сделать заблаговременно инженерам, которые сооружали эти укрепления. Кроме того, при наличии высоких брустверов будет ограничена видимость противника, который и так находится в низине по отношению к нам, — возразил Высоких. — Следовало бы артиллерийские позиции совсем вынести из укреплений и расположить орудия в лощине за позициями пехоты, где-либо в районе казарм, — предложил Звонарев. — Ну, для этого нет времени. Да у нас нет и угломеров для стрельбы с закрытых позиций. Солдаты и наводчики в первую голову не обучены такой стрельбе, — продолжал Высоких. — Тогда нам ничего, кроме поражения, в предстоящем бою ожидать не приходится, — грустно проговорил Звонарев. — Не следует раньше времени настраиваться на минорный тон. Бодрый дух — это три четверти успеха, молодой человек, — наставительно произнес полковник. Видя, что обед затягивается, Звонарев попросил разрешения уйти. Высоких Третьяков не отпустил. — Вы мой начальник артиллерии, мне о многом еще надо поговорить с вами, — предупредил он. Придя в палатку, Звонарев тотчас послал снарочным записку Высоких, вызывая его по срочному делу. В палатку торопливо зашел Кошелев и взволнованно стал рассказывать, что приказа номинировать все батареи, и саперы уже начали закладывать мины. — Как же мы будем, ваше благородие? — Попадет в мину японский снаряд. — Или сам отступишься и готово? — Взлетел на воздух? — Так мы и не согласны. — Докладывал он прапорщику. — Что за чушь? — Кто это приказал делать? — Приказали командир саперной роты, подполковник Жеребцов, а им приказал генерал Стеслев. — Тут что-то не так. — Спрошу сейчас у капитана Высоких, в чем тут дело. Прапорщик застал Высоких лежащим на походной кровати с холодным компрессом на голове. Едва вырвался. — Под конец таким ершкам угостили, что небо показалось овчинку, и звезды из глаз посыпались. Жаловался Высоких. Рассказав ему о минировании саперами батареи, Звонарев спросил капитана, что он об этом думает. — Думаю, что или Жеребцов, или Стесл, или оба вместе от жары сошли с ума. Если батареи будут минированы, то я уведу людей с позиции и уйду сам. Как очухую с малость, я приду туда, а пока попрошу вас, сходите вместе с Садыковым. — Поручик накурился, опия не в себе, — доложил капитанский денщик. — Этого еще не хватало. Соломонов беспробудно пьет. Этот начал курить опии, не рота, а бедлам какой-то. Звонарев отправился один. У батареи левого фланга, которые были в ведении прапорщика, солдаты-артиллеристы переругивались саперами, рывшими в брустверах яма для закладки мин. — Кто приказал мины закладывать? — спросил подошедший Звонарев у саперов. — Командир роты. — Где он сейчас? — Не могу знать, куда-то ушедший. — Прекратить работы. — Приказал Звонарев. — Нам, ваше благородие, приказ даден, и мы должны его выполнить, — возразил саперный унтер-офицер. — Прикажите, ваше благородие, им по шеям накласть. Мигом уйдут, — попросил Кошелев. — Мы их сначала честью попросим, — пошутил, улыбаясь прапорщик, чтобы отвратить угрозу курить. Кулачные расправы с саперами. — Ну, а если они этого не послушают, то тогда подзатыльников надаем. — Ваше благородие, — взмолился сапер, — войдите в наше положение. Нам приказывают рыть ямы для мин, мы и роем. По такой жаре и нам работать нет никакой охоты, только по приказанию и делаем. Остановите работы. — Я пойду переговорю со своим начальством, — распорядился Звонарев и пошел обратно к высоких. Тот уже пришел в себя, и они вместе двинулись к Третьякову, который состоял комендантом всей позиции. По дороге они встретили Шевцова и рассказали ему о своих заботах. — Жеребцов сидит у меня, и я его уговариваю прекратить установку мин, но он ссылается на приказ Стесселя и распоряжение Фока и не хочет слушать никаких резонов. — Надо идти к Третьякову, — сообщил Шевцов. — Полковник, а Соловелый после сытного обеда тотчас же принял их и, узнав, в чем дело, возмутился. — Стессель дурак, фок про хвост, а Жеребцов и дурак, и про хвост вместе, — отрезал он. — Позовите его тотчас ко мне. — Находиться на заминированной позиции во время боя — это все равно же сидеть на бочке с порохом и бросать в нее окульки. Когда Жеребцов наконец появился, Третьяков приказал ему немедленно прекратить все работы по минированию позиций. — Прошу вашего письменного распоряжения об этом. — Я его сообщу Стесселю и Фоку, — ответил сапер. — Никакого письменного распоряжения я не дам, а вам со всеми вашими саперами прикажу немедленно убраться с позиции. Вы мне только мешаете, — окрысился полковник, — чтобы до вечера вас здесь не было. Жеребцов, не ожидавший такого оборота дела, забеспокоился. — Мы можем вам быть полезны кое в чем другом, господин полковник, наладим дороги, разработаем окоп и улучшим позиции артиллерии, — предложил он. — Вот это другое дело. — Я сам буду приветствовать такую вашу деятельность, но минирование батареи вы бросьте. — Я все же должен буду сообщить, что эти работы мною не проводятся, — не возражаю. — Я сам об этом уведомлю Фока из Тесселя, или еще лучше Кондратенко. Он хорошо разбирается в таких делах, как военные инженеры, бывший сапер, — согласился Третьяков. — Займитесь усовершенствованием артиллерийских позиций. Хорошенько замаскируйте их и примените к местности. Солдаты радостно загудели, узнав об отмене минирования позиций. Звонарев пошел вдоль батареи своего участка. Расположенные фронтом на северо-восток, северх и северо-запад, батареи левого фланга легко фланкировались огнем со стороны Дзинжоусского залива, в котором во время прилива вода подходила к нижним ярусам стрелковых окопов. Северный берег залива доминировал над позицией и особенно над стрелковыми окопами, которые, к тому же, почти не были прикрыты сверху даже козырьками. Кроме того, они простреливались вдоль. Все линии моря и, таким образом, занимающие их части заранее обрекались на значительные потери, если не на полное уничтожение. Артиллерийское вооружение батареи состояло из 24 старых китайских и легких полевых пушек старинного образца. Дальность боя всех орудий не превышала 4,5 верст. Снарядов было всего по 120-150 на орудии. Их могло хватить только на два часа боя. Основную массу снарядов составляли гранаты, начиненные черным дымным порохом и потому весьма слабого разрывного действия. Имелось несколько шрапнелей, пригодных для поражения противника на расстоянии не далее четырех верст. И, наконец, были в довольно большом количестве старинные картечи, разрывающиеся в самом дуле орудия, и потому небезопасные для стрелков, расположенных в окопах впереди батареи. С таким вооружением думать о серьезной обороне позиции было трудно. Если против полевой армии позиции смогла бы держаться некоторое время, то против фасадных и морских орудий она была совершенно беззащитна. Только к ночи, наконец, на батареях все кое-как утряслось. И Звонарев мог заняться прожекторами. Лебедкин со своими помощниками за день успели довольно детально ознакомиться со всем прожекторным хозяйством. Оно было сильно запущено и находилось в очень неумелых руках. Через часик засветим, — успокаивал Лебедкин, волнующегося прапорщика. — Посмотрим бухту, город и горы, что перед нами. На суше, правда, гораздо хуже видно при свете прожекторов, чем на море. Можно заметить только целую толпу японцев, а поодиночке или небольшими группами никогда их не увидим, — уверял солдат. Глава вторая В тот же день, около десяти часов вечера, по телефону из города передали приказание обстрелять расположенную невдалеке китайскую деревню Чалийзон, где было замечено скопление японских разведчиков. — К орудиям! — скомандовал Родионов. Артиллеристы бросились к своим пушкам. На батарее замелькали фонари. Из проховых погребов начали подавать снаряды и зарядные картузы. Наводчики суетились около прицелов и уровней. — Куда наводить, Сафрон Тимофеевич? — спросил Купин. — На деревню, что с кумирней наверху. Так в темноте ничего не видать? Ни деревни, ни кумирни. — Наводи в тот пень, что впереди орудия. Видишь? — указал Булкин. — Прицел сто восемьдесят, гранаты. Первые готовы. — Залпом? — Да залпом на суше не стреляют. Орудиями! — поправил Блохин. — Ладно. — Орудиями! Правый огонь! Пушка грохнула и отскочила назад. Кто-то застонал. — Зашибла! — Чертовка! — вырвался Гайдай. — Ты поменьше рот разевай, тогда не зашибет! — прикрикнул Родионов. Поверху блеснул луч прожектора и остановился. — Лебедкин старается. — Посветил бы нам, может, что и увидели бы, — проговорил Булкин. Луч прожектора метнулся и осветил Гаолян перед деревней. — Наводи, куда прожектор светит, — приказал Родионов. Дав еще несколько выстрелов, батарея замолчала. По телефону передали благодарность от стрелков. Самый, говорят, морду японцу залепили, — улыбаясь, передал Гайдай после ушиба, севший около телефона. Так во все стороны посыпались. В одном из блиндажей прапорщику поставили походную кровать, стол и табуретку. В Артурии у Звонарева не было своего денщика. Родионов порекомендовал ему тихого, смирного, малозаметного солдатика из своего взвода Грунина. Белесый, голубоглазый, с тонким голосом, — Семен, как звали Грунина. Ретива взялся за исполнение своих обязанностей. Прапорщик ожидал уже приготовленную постель. На столе стояла большая кружка с водой. Пол был подметен, и все было прибрано. — Я, ваше благородие, помещусь в соседнем блиндаже, ежели что надо, кликните! — с улыбкой на круглом лице проговорил, уходя солдат. Звонареву не спалось, и он вышел из блиндажа. Утомленные работой солдаты быстро заснули, только дневальные, перемогая сон, громко зевали и отплевывались от махорки. Прожектора то загорались, обходя своими лучами горизонт впереди батареи, то опять гасли. Из офицерского собрания пятого полка доносились звуки музыки, в траве трещали цикады, слева чуть светлел Динжоуский залив, на небе сильно мигая горели многочисленные звезды. Где-то впереди раздавались одиночные ружейные выстрелы, внизу, под позиции, чуть проступали темные стены Динжоу, а копы впереди заняты не были, и в случае атаки японцы легко могли бы их захватить, а за ними и батареи. В первые дни Звонарева беспокоил это легкомыслие, но никто не обращал внимания на его опасения, и он вскоре сам привык к такому положению вещей. Около блиндажа одной из батарей, занятых солдатами, прапорщик остановился. Его внимание привлекли и громкие разговоры, видимо, двое о чем-то спорили. — Куда нам, сопротив японцев, воевать? У него все, а у нас голые руки, — с жаром говорил один. — Это неверно. Есть у нас и пушки, и ружья, а самое главное — есть русский солдат. — Ни в коем царстве и государстве нет таких солдат, как у нас в России. Не победить японцев нас никогда, — возражал другой. — Русский солдат, неплохой солдат. Но офицер и особливый генерал один другого дурнее. Один говорит одно, другой приказывает другое, а третий только всех за все матерно ругает. Тут тебе вся команда. Почему так происходит? Раскинь умом. Тебе и мне, эта китайская земля совсем даже ни к чему. А генералу, как война, кончится, большую пререзку сделают, по тысячи десятин, а то и поболее дадут. — Выходит, есть генералу за что воевать. А нашему брату-крестьянину, кроме трех аршида деревянного креста, ничего не причитается. Отцел домой вернешься, с чем был, при том и останешься. Ежели за налоги да долги помещику не заберут последнюю скотину и избу не опишут. — За что ж, спрашивает солдат, воевать? — продолжал первый голос. — Неужто солдатам так ничего здесь и не дадут? — вмешался еще голос. — Чтоб тебе дать, надо отнять в китайца. А их здесь сам видел тьма тьмущая. Ему самому тесно, а ты еще собираешься здесь поселиться. А за что ж китайцы сгонять с земли? Он вроде наших мужиков горб гнет, а доли не знает. Нет, не тут солдату надо искать земли от дома у соседа помещика. У нас в деревне три сотни крестьян имеют пять сотен десятин земли, а один помещик пять тысяч. У кого много, а у кого и ничего нет. Чем за три девять земель отбирать пашню у китайца, проще в соседству забрать помещика. — Продолжал первый солдат. — Смотри, как бы за такие слова тебе крепко не попало, — предостерег его кто-то. — Все равно солдат до этого додумается. Не сейчас, так потом. Помещицкую землю крестьяне должны делить между собой. Помещицкую? А не завоевывать своей кровью землю генералам да полковникам. — Так-то, браток, — закончил первый солдат. — Пора и спать. А то завтра чуть свет подымут. Ежели только японец даст спокойно поспать. Отозвался второй солдат, и разговоры смолкли. — Просыпается сознание народа. Даром для него эта война не пройдет, — подумал Звонарев. 12 мая, на рассвете, японцы открыли под Зинжоу артиллерийский огонь. При первых же выстрелах Звонарева разбудили. Накинув на плечи шинель, прапорщик вышел из блиндажа. В предрассветной мгле внизу, около города, видны были взблески частой стрельбы. Над темными стенами города то и дело вспыхивали разрывы шапнелей. Разбуженные стрельбой солдаты забрались на бруствер и с тревогой наблюдали с брысходящим. Впереди в окопах по-прежнему было пусто. — Где наш дозор? — спросил прапорщик. — Вон, справа, около блиндажика, — показал фейерверкер на чуть заметные фигуры. — У них есть бинокль, и они связались с секретами, которые находятся впереди. — На город Япония слезет, а к нам боится, — заметил один из солдат. — Он к нам сразу не подлезет. И проволоки, и пушек много сперва город заберет, а потом навалится на нас. С центральной позиции раздался раскатистый выстрел из шестидюймового орудия, и за городской чертой высоко вскинулся дым разрыва. За первым выстрелом раздался второй, и скоро все батареи центра открыли частый огонь по цели невидимой слева фланга. Звонарев в бинокль осмотрел противоположные склоны долины, но там, среди густых зарослей гаоляна, ничего не было видно. Слева, на море, до самого горизонта тоже было чисто. Вдруг раздался резкий свист летящего снаряда, и на мгновение грохот взрыва оглушил прапорщика. — Откуда это он бьет? — удивленно оглядывались солдаты, продолжая оставаться на брустве. — Иначе, как из-за города. Спрятался за ним и стреляет по нас из-за закрытия. Вскоре пролетел еще снаряд, который упал впереди батареи, и осколки со свистом полетели через брустер. После грохота морских двенадцатидюймовых орудий, к которым солдаты привыкли на береговых батареях Артура, взрывы легких полевых снарядов не производили большого впечатления. И только когда появились раненые, солдаты стали прятаться от снарядов в блиндажи. Японцы выпустили еще с десяток снарядов по батарее Звонарева и перенесли огонь на пустые окопы. День медленно начинался. Низкие темные тучи быстро неслись по небу, с моря наползал туман, заволакивая низины, со стороны Дзинжоу канонада усиливалась, а орудия грохотали беспрерывно. Доносящие со временами ружейные залпы и пулеметный огонь тоже указывали на то, что бой разгорался. Замолкнувшие было батареи центра опять начали вести редкий огонь, бросая свои снаряды куда-то далеко в тыл японцев. Звонарев занервничал и потребовал от телефонистов скорейшего исправления телефона. Наконец телефон исправили, и Звонарев вызвал высоких. — Что происходит у Дзинжоу? — спросил он. — Японцы уж два раза его отковали, но были отбиты с большими потерями. Наша батарея стреляла на картечь и навалила массу народу. Стрелки в восторге от ее действий, — ответил капитан. — А вы куда стреляли? Звонарев сообщил обо всем происходящем на его участке. — Присылайте людей за чаем на кухню, — распорядился высоких. — Да, приходите и сами. Вечером, после заката солнца, Звонарев отправился к прожекторам. Один из них был установлен на левом фланге, шагах в ста, за батареями, на небольшом возвышении, что давало возможность освещать большое пространство, особенно влево, откуда позиция была наиболее уязвима. На центральном участке, при свете прожектора, команда матросов с броненосцей «Севастополь» устанавливала пушку «Канэ». Распоряжался командой молоденький лейтенант. — Что это вы так поздно прибыли сюда? — спросил прапорщик. Стессель все уговаривал Витгефта выслать корабли для охраны позиций с флангов, а тот решил ограничиться высылкой двух пушек. Одна, как видите, здесь, а другую подвезут завтра. Поглядев с минуту, как быстро и ловко справлялись матросы со своей работой, Звонарев пошел дальше. Совсем стемнело, когда он вернулся к себе на батарею. — Честь имею явиться, ваше благородие! Выросла перед ним из темноты белая фигура. По голосу прапорщик узнал ротного фельдшера. — Здорово, Мельников! — обрадовался он. — Как ты сюда попал из Артура? — Поручик прислали. — Поезжай, — говорят, на позиции, и чтобы меня все были, если не целы, то живы. — Если Халин раненый умрет, я тебе голову с плеч сорву и пришью на другое место. — весело ответил Мельников. Подошедшие солдаты засмеялись. — Медведь отможет. Как сгребет, так не обрадуешься. — Ишь ты, вспомнил об нас, ведьмедяка! — заговорили в толпе. — Письма есть, никак нет. — Только бутылку водки вам прислали, перевязочные материалы и шурку, — доложил фельдшер. — Шурку? — удивился Звонарев. — А Шурка где? — Мы здесь. И из темноты показались две женские фигуры в белом. — Здравствуйте! — подошел к ним Звонарев, все еще не зная, с кем говорит. — Здравствуйте! — ответили ему. И он узнал голос Варии белой. — А вы как здесь оказались? — спросил ее Звонарев. — Приехала вместе с Шуркой. — С разрешением ваших родителей? — Они об этом и не подозревают. Я им сказал, что иду на суточное дежурство в госпиталь, а сама сюда. — Завтра же отошлем вас обратно в Артур. — Так, я и уеду. — Пока здесь будет позиция, я останусь, — отрезала Вария. — Ладно, там посмотрим. — Где вы устроились на ночь? — Пока вы гуляли, мы выгнали вас из вашего блиндажа и устроили там перевязочный пункт. — Можете полюбоваться. — Вас же переместили, несмотря на протест вашего Семена, на соседнюю батарею в пороховой погреб, — ответила Вария. И повела прапорщика показать свою работу. В блиндаже уже было проведено электричество. На столе, покрытом чистой скатертью, было множество различных банок, бинты, марли, вата и другие перевязочные принадлежности. В эмалированных блюдцах лежали блестящие хирургические инструменты, на полу стояли носилки и лежали чистые соломенные тюфяки. — Хорошо? — спросил Ивария. — Это мы все оборудовали за два часа. — Прекрасно. — Но вы-то сами где? — Поместитесь на ночь. — Рядом, в снарядном погребе. — А снаряды куда перенесли? — В пороховой погреб. — Не совсем уверенно ответила Вария. — Кто же это распорядился без меня? — Высокий Хонный проводил нас сюда. — Почему же он вас не оставил у себя? — Мы присланы с утеса к вам, — вставила Шура. — Звонарев не возражал. Новое его помещение было совсем крохотное. В нем едва помещались кровать и табуретка. Две свечи, прилепленные на выступах стены, тускло освещали убогое убранство блиндажа. — Вы голодные? — спросил он. — Как десять волков? — Вар Семен достал у кого-то из солдат курицу и обещал нас угостить супом и вареной курицей, — ответила Вария. — А пока что мы закусим хлебом с колбасой. Шурка, тащи сюда наши запасы. — Скоро все трое за обе щеки уписывали бутерброды. — Что нового в Артуре? — спросил Звонарев. — Все то же. Береговые батареи стреляют, а моряки гуляют. Ривочка ваша ходит с каким-то молоденьким мичманом, верно, с очередным мужем, и Варя презрительно сморщила носик. — А вы с кем гуляете? — Увы, ни с кем, кроме Тахотелого. Он такой забавный, все пыхтит от жары, даже когда всем холодно. — Оля взялась обучать грамоте и арифметике вашу Ривочку. Леля все беспокоится о Стахе. — Кстати, вы его здесь не встречали? — выкладывала свои новости Варя. — Не встречал. И ничего о нем не слышал. Его полка здесь не было совсем. А у нас на утесе что нового? — спросил Звонарев у Шурки. — Борейка хозяинчает день и ночь. Штаб с капитан считают старые штаны. И Шурка громко фыркнула. — Ох, умора! Как они нос свой платком затыкают, чтоб их солдатский дух не беспокоил. — Ругаются, но все про себя, а вслух не смеют. А Гудима? — Ухаживает за ней напропалую, а ее писарь от ревности чуть не лопается, — за подругу ответила Варя. Шурка сконфузилась и закрыла лицо белым фартуком. — Не смейте вы, пожалуйста, — просила она Варю. — Значит, и у Шуры и завелась симпатия, вот не ожидал. — Ай да Шура, сразу за капитана принялась, — подсмеивался Звонарев. — Они на меня и смотреть не хотят. Все это Варя зря наговаривает, — смущенно возражала Шура. — А сама только и говорит, что о вас. Она и подговорила меня сюда ехать. Выдала подругу Шура. — Замолчи и не выдумывай пустяков, — накинулась Варя на Шурку. — А то вы, бог весть, что себе вообразите. Я просто решила посмотреть, что это за дзинджоу, заодно и вас побачить. Варя толкнула хохочущую Шурку. Походная кровать треснула, и обе они едва не свалились на пол. Приход Семена с курицей и супом прервал их возню. После ужина девушки отправились к себе в блиндаж. Было очень темно. С востока надвигалась гроза. Почти беспрерывно вспыхивали зорницы. Солдаты уже забрались на ночь в блиндажи, и только часовые одиноко маячили на батареях. Звонарев забрался на бруствер батареи и осмотрелся. Пять или шесть костров, видневшихся внизу, указывали на присутствие людей в пехотных окопах. Все остальное тонуло в непроглядном мраке, только луч прожектора белым щупальцем ползал по земле. В свете его неожиданно возникали то дерево, то групп кустов, то китайская фанза. Обойдя батареи, Звонарев приказал Денщику разбудить себя при первых признаках тревоги и лег спать. Засыпая, он еще слышал глухие раскаты грома и шум падающего дождя, но это не помешало ему мгновенно уснуть. Родионов с номерами второго взвода, пушки которого стояли против северных ворот, занимал просторную китайскую фанзу рядом с позицией взвода. С вечера, хорошо поужинав и изрядно выпив, солдаты немного поиграли в карты, пока взводный не погнал их спать. Как быстро с светом японцы опять не полезли на штурм. Ночь темная, собирается гроза. Он, чего доброго, свою силу незаметно подведет к самым воротам и ударит на нас. Надо быть, Ничику, и к рассвету ждать незваных гостей, — говорил он. Ты, Егорка, с первым взводом будешь находиться у ворот. Пушки на ночь заряди и поставь подвод невальных каждому орудию. Если они что-либо заметят, пусть, не ожидая приказа, сразу же стреляют, а мы выскочим на шум. Вместе с Егоровым и Блохиным, который теперь постоянно был с ним, Родионов вышел на двор проверить готовность первого взвода к стрельбе. Около полуночи все улеглись спать. Вскоре пошел дождь, постепенно перешедший в сильнейший ливень с грозою. Плохо мощенные улицы китайского города мгновенно превратились в озера и реки, которые стремительно понеслись к более низменной части у южных ворот. Блохин с Дневальным укрылись около ворот и при свете молнии внимательно вглядывались через орудийные амбразуры в тьму ненастной ночи. — Ходи, японец, залез в блиндаж и боится нос на двор показать, — заметил Гайдай. — Если он не дурак, то ему сейчас в самый раз наступать, — возразил Блохин. В это время с позиции взвелись одна за другой две ракеты. Разорвавшись высоко в воздухе, они на короткий момент осветили местность и тотчас шипением затухли. Все же Блохин успел заметить движущиеся к городу японские цепи. — Пли-и-и! — заорал он во всю глотку и сам бросился к орудию. Пушка грохнула и с треском отскочила назад. В темноте блеснул огонь разрыва, и шрапнель свизгом обрушилась на японцев. Вторая пушка тоже выстрелила. Подбежавшие на выстрелы Егоров с солдатами первого взвода открыли беспорядочную стрельбу по японцам. — Стой! Куда без толку убьешь? — окликнул их появившийся из темноты Родионов. — Японец с цепями на нас идет! — поспешил объяснить Блохин. — Когда его будет видно, тогда и бей! — приказал фейерверкер. При свете следующих ракет все уже ясно разглядели многочисленные цепи противника с трех сторон охватывающего город. — Прицел двадцать, цели к ноль, картечью! — скомандовал Родионов. — Блохин, проверь прицел! Блеснуло подряд несколько ярких молний, что дало возможность навести орудие. — Первое готово! — проложил Купин. Второе тоже отозвался Булкин. — Пли! — два огненных столба прорезали темноту ночи, и с пронзительным визгом рассыпалась кортечь. Со стороны японцев донесся дикий вой. — Самую говядину, видать, угодили! — радостно прокрепел Блохин. — Вали, Сафрон, не мешкай! Вдруг где-то справа, совсем близко, раздались крики. — Бонзай! — вертай туда орудию! — закричал Блохин, и тотчас же сам стал поворачивать пушку. — Где ж ты он, проклятый? — проговорил Родионов, вглядывая сквозь бойницы в ночную тень. — Бонзай! — совсем уже близко раздались японские крики. Купин, наведя пушку по крику, выстрелил без команды. Японцы тотчас же замолкли. — Поперхнулись черти и кортечью! — радостно вскрикнул Гайдай. — Еще образок их так угостит! — Сафрон, Тимофеич! — Не говори под руку! Сам знаю, что надо делать! — прикрикнул на него фейерверкер. — Слухай, наводчики! — Как услышишь, что японец Бонзаю кричит, наводи на голос сразу и бей по ним! — Тикай, братцы! Японец мину под ворота кладет! — вдруг закричал подбежавший стрелок. — Сейчас взрыв будет! Родионов взглянул в левую бойницу и при свете молнии заметил внизу у самых ворот несколько копошащихся фигур. Достать туда из пушек было невозможно, а ни ружей, ни револьверов у артиллеристов не было. — Вынимай замки и прицелы! — и отходи на заднюю позицию! — скомандовал Родионов. Номера бросились исполнять его приказания. В темноте они то и дело сталкивались и мешали друг другу. — Не пужайся, работай со смыслом! — подбадривал Блохин, бегая от одного орудия к другому. — Ты бы лучше послушал, что в ворот делается! — приказал ему Родионов. — Боязно! — замялся на мгновение Блохин. — Да где наша не пропадала! Махнул он рукой и юркнул в ворота. — Спички жгут, должно быть, фитиль зажигают! Через минуту сообщил он, вернувшись назад. — Беги! — скомандовал Родионов, и солдаты мгновенно исчезли в темноте. — Ничего не забыли! — ощупал пушки рукой Родионов, и, не найдя ни прицелов, ни замков, кинулся вслед за солдатами. Едва только он добежал до заднего взвода, как в воротах блеснуло огромное пламя, и деревянные, окованные железом полотнища, их разлетелись на части. В пролом с криком бонзай ринулись японцы, но залп картечью мгновенно прижал их к земле. Это дало возможность стрелкам, занимавшим позиции на стенах около ворот, спуститься вниз и присоединиться к артиллеристам. Японцы попытались было еще раз прорваться в ворота, но встреченные ружейным огнем отошли назад и залегли, усиленно обстреливая пачками взвод Родионова. Стрелки стали постепенно отходить к южным воротам. — Артиллерист, ты вынимай замки и отходи! Японцы нас окружают! — приказал подошедший пехотный поручик. В это время ему доложили, что японцы к воротам на руках подтягивают пушку. Услышав об этом, стрелки заторопились с отступлением. — Номерки! Собирай пожитки! Айда за пехотой! — распорядился Родионов. — Замки бросай в колодец, прицелы тащи с собой, на позиции командиру сдадим. — Тимофеевич, дозволь мне тут малость задержаться, — попросил Блохин. — Охота с японцем в городки поиграть! Кто у кого раньше пушку, что в воротах, собьет? — Смотри, как бы тебе башку с плеч не сорвали! — отозвался фейерверкер. — Это быть не должно! — убежденно ответил солдат. — Кто еще хочет с японцем поиграть? — обратился он к солдатам. Вызвался только один гайдай. — Двум смертям не бывать, а одной не миновать! — тряхнул он головой. Родионов с номерами начал отходить назад, перебегая от одного укрытия к другому. В сером сумраке рассвета два оставшихся у орудий солдата увидели, как японцы начали устанавливать против ворот пушку. Блохин, припав к прицелу, тщательно наводил на них орудие. Гайдай орудовал у провила. — Готово! Заряжай! — скомандовал он Гайдаю. — Отойди! — приказал он, когда замок был закрыт. Было хорошо видно, как японцы так же торопливо наводили свою пушку на них. У Гайдая со страха застучали зубы. — Скорей! Блохин! — торопил он. — Сей секунд! Чуток прицел только поправлю. И Блохин сосредоточенно поглядел на мушку. — Теперь, Господь, благослови! Разожгем их, не иконы! — дернул завотяжной шнур. Пушка отскочила назад, обдав солдат грязью и водой. Когда дым от выстрела рассеялся, Блохин, прикрыв как от солнца глаза рукою, внимательно посмотрел в ворота. Там было пусто. — Все, фигуру выше под ним ударом! Теперь можно и текать! Тащи прицел! В следующую секунду, воспользовавшись замешательством японцев, они со всех ног бросились по улице к южным воротам и вскоре оказались уже в безопасности, скрывшись за развалинами. У ворот города нагнали своих. — Сбил японца! — коротко доложил Блохин Родионову, который поджидал их у ворот, держа с рукой за бедро. — Тебя сцепило? — спросил он. — Малость оцарапало. Да и Егорова убило. Как сюда бежали. Еще двоих ранило. Тех уже увели. Мы с Гайдаем тебя хоть в Артур на руках донесем. Сам помаленьку добреду. Родионов поморщился от боли и медленно пошел вперед. Навстречу отходящим из города частям уже шла на подмогу стрелковая цепь, которая отогнала наседавших японцев. Город Зинжоу горел под перекрестным огнем русской и японской артиллерии. Из южных ворот выбегали жители с домашним скарбом, стремясь как можно скорее покинуть район обстрела. Над их головами то и дело появлялись белые комочки разрывов, свинцовый дождь, пули, осколков. Поднимал с земли туч и пыли. Город Зинжоу с двух сторон обходили японцы. Одетые в форму защитного цвета, пехотные цепи, едва различимые на фоне травы, преследовали русских, которые в своих белых рубашках были прекрасно видны на серо-зеленом поле. Артиллерийский огонь с обеих сторон усилился до предела. Солдаты падали, сраженные пулями и осколками. Были жертвы среди беженцев. Корчились от невыносимой боли раненые и женщины, и дети. Стоя у блиндажа со Звонаревым, Варя наблюдала за этой страшной картиной. — Смотрите, смотрите, какой ужас происходит у ворот города! — воскликнула она. — Упала женщина, и около нее копошатся маленькие дети. — Я не могу спокойно смотреть на это. Я бегу туда! — рванулась с места Варя. — Только зря не рискуйте собою. Я за вас отвечаю перед вашими родителями! — кричал ей вслед прапорщик. — Я сама отвечаю за себя. — Дайте хоть пару солдат в помощь! — уже отбежав на некоторое расстояние, попросила Варя. — Мельников, возьмешь пару солдат и отправишься за сестрицей. Захвати перевязочные средства и постарайся по возможности уберечь Варвару Васильевну, — напутствовал Мельникова прапорщик. Добравшись до места, где лежали раненые китайцы, Варя, Мельников и солдаты принялись за работу, но производить перевязки под обстрелом было нелегко. Мельников послал одного из солдат поискать более укрытое место. Вернувшись через минуту, солдат предложил перенести импровизированный перевязочный пункт в находящуюся поблизости выемку железной дороги. На новом месте Варя с помощью солдат и двух девушек-китаянок быстро перевязала раненых и, израсходовав весь перевязочный материал, заторопилась на батарею, где снова разгорался бой. — Слава Богу! Наконец-то вы вернулись! Я так волновался за вас! — встретил Звонарев Варю. — И совершенно напрасно! — Все в порядке! Раненым помогли выбраться в тыл! — ответил Варя. — В награду за проявленный сейчас человеколюбие и храбрость награждаю вас ценным подарком. И прапорщик протянул Варе статуэтку из слоновой кости. Варя удивленно посмотрела на Звонарева и осторожно взяла в руки безделушку. — Где-то вы додумались купить такую чудесную вещичку. Это будет приятная память о сегодняшнем дне. Вы, кажется, более любезны и внимательны ко мне, чем я предполагала. А я-то считала вас не способным ни на какие тонкие человеческие переживания, — кокетливо проговорила Варя. — Благодарю за столь высокое мнение о моей персоне! — иронически заметил Звонарев. А за безделушку еще раз спасибо! Хороша! И Варя отошла. С восходом солнца начался артообстрел русских позиций. Японцы! Вдруг ткнул пальцем вперед наводчик первого орудия 14-й батареи. Из-за ближайшего хребта показалась колонна, и миновав обнаженную вершину, быстро скрылась в Галяне и Кукузе. — Будей прапорщика! — скомандовал подошедший Грязнов. — Скажи, японец на нас слезет! Через минуту Звонарев уже смотрел в бинокль, отыскивая колонну. — Вызвать людей к орудиям. Цель номер три — огонь открывать после пристрелки 10-й батареи, — приказал он. Солдаты быстро разошлись по орудиям. — Орудиями! Четные гранаты, нечетные шрапнелью! Огонь! В свежем утреннем воздухе гулк раздались четыре выстрела, и снаряды с урчанием полетели вдаль. — Одиннадцатый готово! Огонь! — еще восемь выстрелов загремели один за другим, как бы нагоняя потерянное время. Звонарев скинул бинокль. Снаряды ложились хорошо. Шрапнели рвались низко и сильно поражали цель. Из Галяна во все стороны, как потревоженные за печью тараканы, разбегались японцы. — Шрапнелью! Батарея — огонь! — приказал прапорщик. Несколько солдат, ставших цепочкой между ним и батареями, громко повторяли команду. Весь Галяна кутался ватными клубами шрапнельных разрывов. Противник торопливо начал перебегать обратно за хребетом. Увеличив прицел, Звонарев преследовал отступающих огнем. Вдруг откуда-то издалека прилетел японский снаряд, и столб черного дыма вырос за десятой батареей. — Смотри, все! Откуда бьет японская батарея? — приказал Звонарев, щетно оглядывая вершины гор. Они были по-прежнему пусты. — Хорошо сховался японец, ничего не видать! — досадливо отвечали солдаты, в свою очередь осматривая сторону противника. За первым снарядом упал еще один, а затем на батарею обрушилось сразу несколько десятков. Все исчезло в клубах дыма и пыли, снаряды падали, и впереди, и сзади батареи, но больше всего они попадали в самый бруствер и в расположенные за ним орудия. Звонарев бросился туда. Уже по дороге он увидел, как первое орудие, подброшенное взрывом, подлетело вверх и повалило снабок. У третьего орудия было разбито колесо. Несколько солдат валялось на земле, остальные, бросив орудие, скрылись в блиндажах. — Носилки! — скомандовал прапорщик. Вскоре было сбито еще одно орудие, и на всей батарее осталась всего одна, годная к действию пушка. Покончив с десятой батареей, японцы обрушились на соседние, одиннадцатую и тринадцатую. — Японец ваш, Бугородие, вроде колдун в шапке-невидимке. Самого не видно, а нас бьет в самую морду. Подошел к Звонареву Грязнов. — Может, справа что-нибудь видно? Обернулся прапорщик в сторону центральных батарей, но они тоже представляли собой сплошные вуканы дыма, сквозь которые то и дело появлялись взблески взрывов от падающих снарядов. — Едва ли там, что увидишь сейчас, — ответил солдат. Объектов для стрельбы не было видно, и Звонарев занялся разглядыванием общей картины боя. Слева, в Динжоусском заливе, на горизонте маячили японские суда. У берега на якорях стояло около полусотни китайских джонок, прямо в зарослях гаоляны и кукурузы было безлюдно, но из-за хребта доносился беспрерывный гул стрельбы многочисленных батарей. Город Зинжоу горел, обстреливаемый одновременно русской и японской артиллерии. У его южных ворот шла усиленная ружейная перестрелка. Линия стрелковой цепи из-за белых рубах русских солдат была ясно видна на серо-зеленом фоне местности. Японцы же в защитной одежде были едва различимы, и то только при движении. Справа на солнце у подножия горы Самсон ярко блестела вода залива Хунуэза. Внизу перед позицией, между развалинами китайской деревушки Си-Дай, также мелькали белые рубахи солдат. Солнце уже поднялось довольно высоко, подобрав утренний туман в долине и сильно припекало землю. Звонарёву захотелось есть и пить, и он отправился к 14-й батарее, где был расположен перевязочный пункт. Ему пришлось далеко с тыла обходить 11-ю и 13-ю батареи, по которым японцы все еще вели усиленный огонь. На 14-й батарее были устроены обширные блиндажи, в части которых помещался теперь перевязочный пункт. С 10-й батареи пока было всего 5 человек раненых, из которых двое тяжело. Мельников исполнял обязанности хирурга, осматривал раненых, зондировал раны, глубокомысленно произносил исковерканные латинские термины и давал указания сестрам по перевязке. Варе находилось около двух тяжелораненых, ноги у которых были совершенно размозжены, требовалась срочная ампутация, но Мельников сам не решался ее произвести. Варе с суровым выражением на лице энергично требовала немедленной отправки раненых на перевязочный пункт 5-го полка, расположенный в полутораверстах за правым флангом. — Кто же их туда доставит под таким обстрелом? — возражал фельдшер. — Их все равно по дороге убьют. Надо обойти с тыла, и тогда опасность почти не будет. Так далеко нести никто не захочет. — Кому прикажут, тот и снесет. А чтоб санитары по дороге не сбежали, я сама пойду с носилками. — Воля ваш, барышня, но я против, — не соглашался Мельников. Увидев Звонарева, Варя поспешила объяснить ему свои разногласия с фельдшером. Прапорщик приказал немедленно переправить раненых, но последние неожиданно запротестовали. — Дозвольте нам, ваше благородие, здесь спокойно умереть, — просили они. — До смерти вам еще далеко, — уговаривала их Варя, — но нужна срочная операция, иначе вы и вправду умрете, а мы ее сделать не можем. — Не мучай бы уж нас перед концом, — продолжали упрашивать солдаты. — Я сама с вами пойду, и если что случится, то тотчас же помогу вам, — успокаивала девушка раненых. Наконец их вынесли. Около носилок. Все такая же суровая и решительная пошла Варя. — Берегитесь по дороге и назад не возвращайтесь, мы здесь и без вас обойдемся, — напутствовал ее Звонарев. — Вы без меня тут тоже, пожалуйста, не геройствуете, — ответил Иваря. Между тем японцы прекратили обстрел одиннадцатой и тринадцатой батарей и временно совершенно замолчали. На обеих батареях оказались подбитыми шесть орудий из десяти. Правда, некоторые из них можно было исправить, но для этого надо было дождаться наступления темноты. В это время с моря, со стороны Дзинжоуского залива, открыли огонь японские суда. По первому же снаряду стало ясно, что огонь ведется из орудий крупного калибра. Лица солдат, знакомых с действием морских орудий по артурским батареям, сразу вытянулись. И как? Ихний адмирал Тогов сам суда пожаловал. — Будет теперь нам баня. Пушки у нас вовсе игрушечные, а он с броненосцем в двенадцати дюймовыми начнет бить! — испуганно проговорил Грязнов. — Да разве это броненосцы? Не видишь сам, что ли? Канонерки-миноносцы! Мы таких на утесе по десятку за ночь топили! Вмешался в разговор подошедший из команды Блохин. — Честь имею явиться! — отрапортовал он Звонареву. — А Родионов где? — На перевязочном. Его малость в бедро задела. — Серьезно? Он, пожалуй, и дойти не сможет. — Обещал притопать, значит, придет. — Ну, рассказывай по порядку все, что у вас там было. Блохин в двух-трех словах сообщил о происшедшем, ничего не упоминая о своей игре в городке с японцами, но солдаты тотчас же дополнили его рассказ. Звонарев с удивлением смотрел на далеко не геройскую фигуру Блохина. Шапка сидела блином на его голове, шинель без хлястика висела халатом. Да вы с Гайдаем, оказывается, настоящий герой. — Чего ж ты скромничаешь и ничего о себе не рассказываешь? — обратился он к Блохину. — Нечего в Благородии рассказывать. Просто спор с японцем зашел. Кто кому раньше башку оборвет, мы ему или он нам. Ну, мы, значит, оборвали ему раньше. Вот и весь сказ. Хорош, нечего сказать, был у вас спор. — Я так думаю, что вся война на таком споре стоит. Неожиданно зафилософствовал Блохин. — Блохин и Гайда, идите к моему Грунину. Пусть он вам по стакану водки поднесет из того запаса, что поручик Борейка мне вчера прислал. — Покорнейше благодарим, ваш Благородие! — прокрепел Блохин. — Я, ваш Благородие, не пьющий! — отозвался Гайдай. — Молчи, дура, я за тебя выпью. Все воевать веселей будет! — шепнул ему Блохин. И оба солдата, повернувшись по всем правилам, отошли. Звонарев отправил всех пришедших на десятую батарею. — Попробуйте там, что можно привести в порядок, но все сразу наружу не вылезайте, а то японец вас сейчас же и обстреляет. Напутствовал их прапорщик. В это время несколько новых взрывов большой силы, обрушившиеся на пятнадцатую батарею, показали, что японцы подготавливают ее разгром. — Солдаты поспешно прятались в блиндажи или совсем уходили из батареи. — Вы куда? — останавливал их звонарев. — Я сейчас сам начну обстрел японских судов с нашей батареи. — Никак невозможно против японца устоять. Все чисто бьет и калечит, — ответили солдаты. — А ты сам его б калеч, дурья голова! — вмешался оказавшийся рядом блохин. — Айда за мной! Я вам сейчас покажу, как надо японца пугать. Через пять минут все восемь орудий пятнадцатой батареи на предельном прицеле уже громили японские суда. Хотя легкие батарейные пушки не могли нанести японцам существенного вреда, но тем не менее, как только снаряды стали падать около судов, они поторопились отойти подальше в море. — Не робей, братцы! — носился на батарее блохин. — Целься, адмиралу, тогову под хвост! Не любит он этого! Мигом текать начнет! Солдаты, ободренные успехом, старательно работали у орудий. Один из снарядов угодил в китайские джонки, стоявшие у берега, и там начался сильный пожар. Камышовые, плетеные китайские паруса горели, как сухая солома, давая массу дыма. Так как лодки стояли близко друг около друга, то огонь быстро перебрасывался от одной к другой, и вскоре все они пылали ярким костром. Было видно, как китайцы, спасаясь прямо с джонок, бросались в воду и плыли к берегу. Дым пожара лишил возможности японские корабли вести прицельный огонь по русским позициям. Не понравилось японцу, весело сговорили солдаты. — Адмирал Тогов чихать начал, — безапелляционно заявил Блохин, — не любит он нюхать дым. Скоро весь горизонт со стороны моря был закрыт дымовой завесой. Японская эскадра прекратила обстрел русских позиций, зато с севера опять посыпали шрапнели и гранаты, но после тяжелых морских снарядов они уже не казались такими страшными. Забравшись в блиндаж, солдаты ожидали конца обстрела. — Родионов идет! — возвестил Купин, вертевшийся около входа. — И с Мамзелии, и вроде как с сестрой. Солдаты стали с порога блиндажа разглядывать подходящих. Звонарев с тринадцатой батареи тоже заметил Родионова и Варю Белую. — Вернулась таки упрямая девчонка. Досадливо, — подумал он. — Шура, соберите-ка пока тихо свои манатки и отправляйтесь на полковой перевязочный пункт. — А как же наши раненые? — У нас осталось еще трое, — возразила девушка. — С вами пусть идут, — ответил прапорщик. — Японец с города наступает! — неожиданно сообщил тревожную весть Гайдай. Звонарев скинул бинокль и тут впервые за сегодняшний день увидел, как густые цепи японцев одна за другой выбегали из-за стены Динжоу и накапливались внизу у деревни Седай. Звонарев вызвал солдат на всех батареях к орудиям, но едва они дали по нескольку выстрелов, как японцы обрушили на них огненный вал своей артиллерии, к которой присоединился и обстрел с моря. Все батареи оказались под перекрестным огнем снарядов, летевших и слева, и справа, и засыпавших всю площадь позиций. Варя с Родионовым едва успели укрыться в блиндаже тринадцатой батареи. Звонарев, наблюдавший за происходящим близким разрывом снаряда, был сброшен с бруствера и на несколько мгновений оглох и ослеп. Варя с криком бросилась к нему. — Что с вами, вы, раненый? — нагнулась она к лежащему на земле прапорщику. Ее лицо выражало страшный испуг, в глазах стояли слезы, и она, сама того не замечая, начала ласково гладить Звонарева по лицу. За Варей поспешили к прапорщику мельников и несколько солдат с носилками. — Мне уже лучше. С трудом проговорил Звонарев и с помощью солдат встал на ноги. — Идите в блиндаж, и не смейте больше оттуда выходить, — распорядилась Варя. — Идите-ка вы все на перевязочный пункт, — ответил прапорщик, — а я мигом очухаюсь и без вас. Смотрите, сколько опять раненых на батареях. Когда обстрел несколько утих, Звонарев пошел посмотреть, что делается у Блохина и Грязнова. Первый из них он нашел у четвертого орудия. Блохин вытаскивал из-под земли полузасыпанного наводчика. — Потише, потише, братцы, видать, ноги у меня сильно попорчены, — молил раненый. Блохин с неожиданной ловкостью подхватил его на руки и уложил на носилки. — Где Гайдай? — спросил Звонарев. — Рядом в блиндаже его в голову ранило, — сообщил Блохин. В полутьме блиндажа прапорщик не сразу разглядел фигуру сидящего на полу Гайдая. Он обеими руками держался за голову и тихо стонал. Сквозь грязный платок у левого виска просачивалась кровь и текла вниз по щеке. Звонарев вытащил один из бинтов и хотел был его перебинтовать, но Гайдай отстранил его и, взяв бинт, сам стал осторожно бинтовать свою голову. Звонарев пожалел, что не взял с собой у Мельникова с перевязочным материалом. — Тебе очень больно? — спросил он у Гайдая. — Очень. — Так и гудет в голове ровно колокол на пожаре. Пропаду я здесь, нутром чувствую, — жалобно проговорил Гайдай. Не видать мне больше родной Украины. — Чего зря ноешь? Утром героем был, а теперь панихиду по себе раньше времени поешь. — упрекнул его Звонарев. — Малость зацепила, ты раскис. Родионов посерьезнее тебя ранен, а вернулся в строй. Гайдай замолк и продолжал держаться за голову. Японцы постепенно ослабили огонь по всему участку. Напряженность боя явно падала. Со всех батареи потянулись в тыл легко раненые. Тяжело раненых несли на носилках. Часть солдат сносила трупы к пятнадцатой батарее, где в яме на месте порохового погреба решено было устроить братскую могилу для артиллеристов. Несколько человек было отправлено в кухню за обедом. Батареи сразу опустили. Обойдя все батареи, Звонарев нашел всего одиннадцать годных орудий. Из них пять старых китайских, к которым не было снарядов. К полевым же пушкам нашлось около сотни снарядов. Этим и исчерпывались все артиллерийские средства обороны на левом фланге позиций. В центре японец тоже разбил все батареи. Пушек всюду осталось очень мало, а снарядов и вовсе нет. Только на правом фланге, на известковой батарее еще стреляют, да и то совсем редко. Против сотни японских выстрелов и десятка наших нет, сообщили солдаты, ходившие за обедом. На позиции стало совсем тихо, и Звонарев решил воспользоваться этим обстоятельством и сходить к высоких для выяснения общей обстановки и получения дальнейших указаний. Оставив Родионова за старшего, он отправился на центральные батареи. Первое, что здесь он увидел, была подбитая морская пушка Канне, которую так и не успели восстановить. Снаряд попал в установочную тумбу и совершенно ее исковеркал. На всех батареях осталось в целости по одному-два орудия. Брустверы были срыты, блендажи и порховые погреба завалены, позиция была сильно разрушена. Высоких находился в блендаже шестой батареи. Он был перевязан и все время тихонько стонал. Увидев Звонарева, он очень обрадовался. «Слава Богу, хоть вы целы! А я и не чаял увидеть вас в живых, глядя, что разделывают японцы. Что у вас осталось пригодного для дальнейшего боя?» Рапортщик подробно сообщил ему обо всем. «У меня положение не лучше, хотя потерь, конечно, меньше. По нас стреляли не суда, а только полевые батареи, но зато в огромном числе. Должно быть, у них было до сотни орудий. Но мы тоже не одну сотню японцев отправили на тот свет», — рассказывал Высоких. «Я попрошу вас сейчас дойти до двенадцатой батареи. Знаете, последняя постройка рядом с третьей батареей и доложи Третьякову о положении у нас». Звонарев немедленно отправился к командиру полка. Выслушав его доклад, полковник разразился самой непечатной бранью по адресу Фока из Тесселя, которые, по его мнению, были виноваты в сегодняшнем разгроме. «Я сам сапер. За своим делом слежу и знаю, что в наше время артиллерию надо ставить по возможности укрыто, или во всяком случае замаскировав. Они же приказали все батареи по старинке поставить на горе. И, по их мнению, артиллерии стыдно прятаться от противника. И вот результат. Японцы не постыдили спрятаться и разгромили нас за несколько часов. Без артиллерии я защищать позицию не могу. У вас почти нет орудий и снарядов. И, следовательно, помочь вы мне не можете. Не в службу, а в дружбу. Я попрошу вас сейчас съездить к генералу Надейну, начальнику передового отряда, с моим донесением. Я прикажу вам подать одну из моих верховых лошадей». Когда Звонарев уже сидел на лошади, Третьяков еще раз повторил ему свои соображения по вопросу дальнейшей обороны дзинджоуских позиций. «Ввиду отсутствия снарядов, мне нужна самая энергичная помощь полевых батарей, которые должны стать здесь, а не за пять верст, на Тафаншинских высотах. Затем мне необходим резерв не менее двух батальонов для борьбы с возможным прорывом японцев в тыл позиции. У меня остались в резерве только музыкантская команда и знаменный взвод. Генерала Надейна найдете у станции Тафаншин на высоте тридцать два. Да, она отсюда видна простым глазом. Видите группу людей на сопке? Там и находится генерал». Звонареву пришлось съехать по открытой дороге, довольно сильно обстреливаемой японцами. Добравшись с трудом до нужного места, прапорщик соскочил с лошади и спросил, где тут найти генерала Надейна. «Он там, на стуле сидит», — указал ему один из солдат. В шагах в двенадцати от них на самой вершине сопки, поросшей густой зеленой травой, на складном стуле сидел широкоплечий старик, похожий на рождественского деда, для шутки одетого в генеральскую форму. Генерал дремал, греясь на солнышке. Белая фуражка с огромным козырьком мерно покачивалась вместе с генеральской головой. Длинный до колен китель мешком сидел на его схочавой фигуре. На коленях генерала лежал большой старинный бинокль, больше похожий на две спаренные подзорные трубы. «Донесение вашему превосходительству от полковника Третьякова», — отрапортовал прапорщик. «А что?» — вскинулся генерал. «А Третьякова?» «Ну, что он пишет?» «Прочтите, Шами, а то я без очков не вижу», — прошамкал надеян. «Напрашно он панику разводит, японцы уже отступают по всему фронту. Я об этом уже пошлал телеграмму в Артур», — проворчал недовольный генерал, когда Звонарев прочитал ему Третьяковское послание. «Шам пишет, что японцы перестали стрелять, и тот же требует себе артиллерию и режервы. Ничего я ему не дам! Пусть выкручивает шишам!» И генерал опять погрузился в приятную дрему. Прапорщик в недоумении топтался на месте, не зная, что ему предпринять дальше. «Все во штополе куда хуже бывало, и то помощи не прошили!» Вдруг заговорил опять генерал, не открывая зажмуленных глаз. «На четвертом баштеоне по десять-двадцать человек оштавало шито отбивали шами от франчужев, и от англичан, и от итальянцев!» Опять последовала пауза. «Генерал Фок не приказал давать резерву! Он отжавтра понадобится!» И генерал окончательно замолчал. Звонарев отошел в сторону и стал наблюдать за картиной боя на правом фланге. На светлом фоне залива Хунуэнеза был отчетливо виден силуэт русской канонерской лодки «Бобр», которая громила левый японский фланг и тыл. Большие столбы дыма от разрыва крупных морских снарядов взлетали около занятой противником деревни. Вскоре деревня загорелась. Японцы стали быстро выбегать из нее, скрываясь в тылу. Прапорщик сообщил генералу свои наблюдения. «Я же вам говорил, что японцы отступают! Скоро они побегут по всей линии!» Не поднимая головы, равнодушным тоном отозвался генерал. В это время справа показалась выезжающая на позицию полевая батарея. Звонарев залюбовался, глядя на то, как на широком галопе она строго держала равнение и дистанцию между орудиями. Впереди на вороной лошади скакал командир, сопровождаемый трубачом на традиционном в артиллерии белом жеребце. Как только батарея вылетела на хребет, в воздухе блеснула командирская шашка, и, тотчас совершив на полном галопе заезд, батарея сняла с передков, а упряжка двинулась в тыл. В следующее мгновение первое орудие уже дало выстрел, а за ним, нагоняя друг друга, загрохотали и семь остальных. — Очередь! — донеслась команда с батареей. — Не правда ли лихо? — проговорил очнувшийся надеян. — Люблю шмотреть на артиллерийскую стрельбу, черча радуйча. Но не успела батарея выпустить и нескольких очередей, как на нее обрушились десятки японских снарядов. Огонь батареи сразу ослабел, ее заволокло дымом и пылью, сквозь которые были видны падающие на землю люди, перевернутые зарядные ящики и опрокинутые подбитые орудия. Не прошло и пяти минут, как прислуга начала торопливо на руках скатывать вниз уцелевшие два-три орудия. Еще немного, и на позиции батареи никого не осталось, кроме белеющих на зеленом фоне травы рубах, убитых и раненых. Батарея прекратила свое существование. Звонарев был потрясен. Царство им небешное, не повезло им сегодня, прошамкал генерал и, сняв фуражку, перекрестился размашистым крестом. — Что прикажете доложить полковнику Третьякову? — осмелился наконец спросить прапорщик. — Ах, вы еще ждете! — откликнулся генерал. — Там под горкой в Курштах сидит капитан Романовский. Пожовите его ко мне, я ж ним хочу пошаветоваться. Звонарев подошел к указанному месту и нашел лежащего на бурке молодого капитана генерального штаба. — Вас спросит к себе генерал Надеян. — Обратился к нему Звонарев. — Что, Надеян? Что еще надо этому старому? Нехотя отозвался капитан, лениво поднимаясь на ноги. Надеян рассказал Романовскому о просьбе Третьякова. — По-моему, вполне основательные требования, ваше превосходительство. Если японцы начнут отступать, то эти батальоны с артиллерией можно будет бросить в преследование. А если опять будут атаковать, они помогут Третьякову отбить атаку, сапломбом проговорил капитан. — А что ж, — скажет потом Фок? — Едва ли он скоро появится здесь, — усмехнулся капитан. — Да, и Фок и Штэшель не любят штрельбы. Еще в семьдесят шедьмом году, когда они у меня вроде шбалтернами были, то как поднимется штрельба, откобы и норовят в Абош уехать, — оживился генерал. И оба крешты же других получили. Фок на ошибке и не был, а креш же о нее имеет. — Штэшель в широковерштах от Тянь-Джиня был, когда его брали, и тоже умудрился получить креш же его взятие в ше по протекции. — Хорошо тому, у кого рука наверху ешь, — вздохнул генерал. Романовский быстро набросал на полевой книжке ответ Третьякову и подал Надеяну для подписи. Звонарев уже собрался ехать назад, когда неожиданно к ним подъехал с большой свитой Фок. — Как дела, Митрофан Александрович? — обратился он к Надеяну, поднявшемуся со стула ему навстречу. — Японцы отступают, а Третьяков просят помощи, — ответил генерал, указывая на Звонарева. — Передайте полковнику Третьякову, что он не командир полка, а дерьмо собачье! — крикнул Звонареву сразу вскипевший Фок. — Больше ничего! Можете ехать! Прапорщику ничего не оставалось, как повиноваться, и он пошел к ординарцам, которые валялись на земле около своих лошадей. Через четверть часа Звонарев был уже у Третьякова и передал ему на словах ответ Фока. — О чем они думают? — Японцы не только не отступают, но, наоборот, усиленно накапливаются против нашего левого фланга, у деревни Седа и против центра, за Дзинджоу. — На левый фланг я отправил последний резерв. Теперь у меня остались только штабные ординарцы, — возмущался полковник. — Потом же меня винить будут, если японцы прорвутся и займут позицию. Прапорщик отправился к своим батареям. Вскоре бой возобновился по всей линии. Теперь японцы обрушились на стрелковые окопы. Эти окопы вовсе не имели бетонных блиндажей, а прикрывались лишь легонькими деревянными козырьками, которые могли предохранить только от ружейных и шрапнельных пуль, но не от артогня. Траншеи наполнялись ранеными и убитыми. Вскоре на задние аппарели окопов стали выбрасывать трупы, которые мешали передвижению в траншеях. Белые рубахи убитых образовали за окопами четко видьму и японцами кайму, чем еще более облегчали им пристрелку. На море появились ушедшие были японские суда и начали фланговым огнем обстреливать стрелковые траншеи. Мощные взрывы морских снарядов сносили сразу по нескольку сажений окопов и проволочных заграждений. Положение пехоты стало критическим. Звонарев с волнением наблюдал за развертывающейся перед ним драмой, не имея возможности ничем помочь стрелкам. — Ваше благородие, японец лезет на наши окопы! — показал пальцем Купин на цепи противника, быстро приближавшиеся со стороны деревни Седай. — Прямой наводкой и шрапнелью! — скомандовал прапорщик, и несколько белых разрывов появились над неприятельскими цепями. Японцы сразу остановились и припали к земле, скрывая за малейшими укрытиями на местности. Свонарев еще раз удивился тому, насколько хорошо сливалась с местностью их защитная одежда. Вскоре губительный арт-огонь заставил стрелков очистить передовые окопы и отойти на вторую линию. Батареи наполнились ранеными, искавшими укрытие в бетонных блиндажах. На перевязочном пункте не хватало рук. И все артиллеристы, незанятые около орудий, превратились в санитаров, наскоро оказывающих помощь раненым. Артиллерийские позиции все больше наполнялись стрелками, которые постепенно уходили из совершенно уже разрушенных окопов. — Ваше благородие! — спросил Звонарева, стрелковый унтер-офицер. — Кто у вас тут за старшего будет? — По артиллерийской части я. — А где ваши офицеры? — Кого побило, кто убег? — спокойно ответил солдат. — Мы не знаем, отступать ли нам дальше, и если отступать, то куда. Попытаемся еще продержаться здесь. Пока есть снаряды. Может, помощь из резерва подойдет. — Не видать ее что-то, Ваше благородие. Должно весь резерв на другие участки израсходовать. — Так я, Ваше благородие, пока пушки будут стрелять, людей задержу здесь, — ответил унтер и поспешил к своим стрелкам. Между тем, после многих тщетных усилий японцам удалось захватить передовые окопы, и по ним они быстро начали распространяться в обе стороны, обходя с тылой флангов, а одновременно неприятельская артиллерия вновь обрушилась на русские батареи. Выглянув из-за бруствера, Звонарев увидел, как захватившие передние окопы японцы добивали штыками русских раненых. Он видел, как некоторые из них пытались бежать от озверевших японцев, но падали, пронзенные штыками и пулями. Вне себя от возмущения прапорщик бросился к орудием. — Вали картечью, Купин! — крикнул Звонарев стоявшему неподалеку наводчику, но вблизи разорвался снаряд, и прапорщик увидел вместо солдата только кровавые куски мяса, да один сапог, который, высоко взлетев в воздух, упал на бруствер. Около орудия не осталось больше артиллеристов. — Помогите мне пушку навести! — попросил Звонарев нескольких стрелков, еще продолжавших отстреливаться из-за брустверов батарей. Оставив винтовки, солдаты сейчас же бросились ему помогать, наскоро зарядив пушку картечью, прапорщик грубо навел ее на переполнивший ход сообщения японцев и выстрелил. Стрелки с жадным любопытством кинулись к брустверу. Картечь свизгом врезалась в толпу японцев, а прокинуло их и смяло, и только несколько уцелевших человек, побросав в ужасе винтовки, выскочили из траншей и стремительно бросились в тыл. Дав еще два-три выстрела, батареи замолкли, расстреляв все свои снаряды. — Отходи! — скомандовал Звонарев стрелкам и бросился к перевязочному пункту. Тут он увидел бледную трясущуюся Варю. Она молча показывала на то место, где только что был перевязочный пункт. Попавшие в него одновременно несколько снарядов совершенно разрушили блиндаж и погребли под ним всех раненых. Шурка где? — отрывисто спросил у нее прапорщик. В это время выброшенная взрывом земля в одном месте зашевелилась, и на поверхности показалась голова девушки. Вскочив на ноги, Шурка с криком опрометью бросилась бежать. — Уходить надо, ваше благородие! Совсем окружил нас японец! С разбегу подлетел к ним Блохин, и все трое устремились за Шуркой. — Стой! — вдруг остановился солдат. — Забыл в блиндаже свой вещевой мешок. Я мигом обернусь! И он кинулся обратно к батарее. — Куда ты, дурья голова? — окликнул Звонарев с ужасом, глядя ему вслед. Но Блохин уже исчез в блиндаже, и тотчас появился опять с вещевым мешком за плечами. Японцы уже были на батарее. Один из них, вскинув винтовку наперевес, бросился на Блохина, но тот с размаху упал ему под ноги, так что японец, запнувшись об него, полетел кувырком в следующее мгновение. Блохин был уже на ногах, выхватил у японца винтовку, ткнул его штыком и бросился бежать, за Звонаревым потрясая в воздухе захваченным трофеем. Около центральных батарей им навстречу с винтовками в руках выбежали Лебедкин, Белоногов и Заяц. — Уходи! — набегу махнул им Звонарев. — Нас послал за вами, ваш благородие, Сафрон Тимофеевич. Они внизу, у кухни со всеми нашими, — ответил Лебедкин, и все устремились дальше. Около кухни было относительно тихо. Снаряды сюда почти не залетали. Здесь, вокруг Родионова, собрались все утесовцы. Тут же, сидя на земле, рыдала шурка. — Пошли дальше! — скомандовал Родионов, едва к ним присоединился, Звонарев с другими солдатами. — Дай передохнуть ты, Сафрон Тимофеевич, — сказал Ярцев. — Не до отдыха сейчас. Тикать надо, а то японцу в лапы как раз угодим. Сзади затрещали частые ружейные выстрелы. Солдаты бросились бежать дальше. Плачущую шурку Мазаренко волокли под руки белоногов и ярцев. К узкому проходу через окопы и проволочные заграждения со всех сторон стекали стрелки, на ходу отстреливаясь от наседавших японцев. Раскочить через проход сразу большому числу людей почти не было возможности. Но тут помогла японская артиллерия, которая, преследуя русских огнем, обстреляла свои же цепи. Спасаясь от обстрела, японцы кинулись в сторону и остановились. Это дало возможность русским вырваться из рокового круга окопов и проволочных заграждений, но впереди еще предстояло пробежать с версту по открытой местности. До выемки железной дороги, где можно было бы укрыться от огня противника. В своей радости они увидели, двигавшиеся им навстречу цепи стрелков в белых рубахах, все облегченно вздохнули. Японские снаряды остались позади, впереди была помощь, запыхавшиеся люди пошли шагом. — Сосчитай-ка, Тимофеевич, кто у нас остался на лицо? — распорядился Звонарев. На лицо двадцать шесть, было сорок, не хватает четырнадцати. Убиты пятеро, ранено трое, а остальные остались где неизвестно, — доложил фейерверкер. Начали вспоминать, кого еще не хватает. В числе пропавших оказались Мельников, Кошелев и Денщик, Звонарева, Грунин, никто не знал, куда они делись. — Подберутся еще, ваше благородие, — успокоил Лебедкин. Совсем стемнело. Со стороны позиции доносилась лишь редкая ружейная перестрелка. К железной дороге продолжали подходить стрелки пятого полка. Скоро их собралось человек около ста. — Возьмите над нами команду, ваше благородие, — подошел к Звонареву стрелок. — А то офицеров у нас нет, и в темноте мы боимся к японцу попасть. — Ладно. — Собирайтесь, да идите с нами на станцию Тафаншин. Там, верно, и ваши офицеры найдутся, — распорядился Звонарев. — Артиллеристы, подымайся! — скомандовал Родионов, и все тронулись дальше в путь. — Ваше благородие, мы с Зайцем и Белоноговым пойдем вперед, хоть как разведку сделаем, — предложил Лебедкин. — И меня с собой возьмите, — попросил Блохин, потряхивая своей японской винтовкой. Звонарев согласился и отпустил их. Из дневника офицера штаба генерала Оку. Командующий второй японской армии генерал Оку во время дзинжоуского боя находился на горе Самсон, откуда и наблюдал в подзорную трубу за ходом боя. Весь его немногочисленный штаб был им разослан с различными приказаниями наступающим частям. Около генерала остался лишь майор Ямаоки, два ординарца и телефонист. По мере развития боя командующий все сильнее нервничал. Начто еще с темнотой наступления на русские позиции, до полудня не увенчал с успехом, несмотря на почти десятикратное превосходство в силах и наличие более чем двухсот полевых орудий, не считая морской артиллерии. В подзорную трубу генерал ясно видел, что артиллерия русских уже давно была приведена почти к полному молчанию, что окопы противника были сильно разрушены. И все же пехота его величества Микадо не только не могла дойти до противника, но даже несколько отступила по всей линии и начала спешно окапываться, укрываясь от ружейного огня русских. Подбежавший связист подал генералу пакет. — От кого? — спросил Оку. — От командира полевой артиллерии армии, — доложил посланец. Генерал нетерпеливо разорвал конверт и, водрузив на нос очки, начал читать. Лицо его сразу приняло серьезное сосредоточенное выражение. — Генерал Нира сообщает, что на батареях остался только неприкосновенный запас снарядов и просит срочного пополнения, — проговорил Оку, обернувшись к подошедшему майору. — Боюсь, ваше превосходительство, что раньше вечера мы эту просьбу удовлетворить не сможем, — ответил офицер, — так как на море все еще продолжается сильное волнение, что очень затрудняет выгрузку боеприпасов. — Наша пехота несет большие потери, особенно первая дивизия в центре и третья на левом фланге. Необходимо немедленно принять самые решительные меры к преодолению сопротивления противника. Тогда придется выдвинуть из резерва третий пехотный полк и бросить его в атаку. Но куда? До сих пор в русской позиции нет ни одной бреши. Левый фланг русских сильно выдвинут вперед и к тому же обстреливается с моря. Здесь находится тактический ключ ко всей позиции, ваше превосходительство. Следовательно, сюда и надо двинуть резервный полк. — Без хорошей артиллерийской поддержки он тоже едва ли будет иметь успех, а снарядов у нас в обрез. В случае неудачи и русской контратаки мы окажемся в весьма критическом положении, ибо артиллерия не имеет снарядов, а полки расстроены тяжелыми потерями. Пока жив наш Ямато-да-саки, японский дух, нам нечего опасаться поражения. Великая праматерь Аматера с вами Ками всегда поддержит своих верных сынов. У русских есть хорошая пословица «На бога надейся, а сам не плашай». Поэтому, не оставляя надежды на помощь богине восходящего солнца, надо подумать о пополнении снарядами хотя бы из артиллерийских парков 5-й дивизии, расположенной у станции Пуландьян. Я поручаю это вам, Ямао Кисан. Для выполнения вашего распоряжения потребуется время, ваше превосходительство. На выдвижение резерва в боевую линию тоже нужно время. Даю вам два часа на выполнение моего поручения. Я же в это время подтяну 3-й полк к месту атаки и буду лично напутствовать его на пути славы. Майор откозырял и поспешил к своей лошади. Оставшись один, О.К.У. задумался. Он знал, что к северу от него находится первый сибирский корпус русских. Надо было успеть во что бы то ни стало до его подхода, разгромить артурские войска и затем всеми силами обрушиться на север. Поэтому, чтобы наверняка обеспечить успех, сегодня целых три дивизии были брошены на один русский полк, занимавший дзинджоуские позиции. Тем не менее, русские оказали совершенно исключительное сопротивление. Сперва при занятии города дзинджоу, являющегося как бы передовым редутом всей позиции, а затем и по всей линии фронта. Один полк против двенадцати, шестьдесят орудий против двухсот сорока, и все же за семь часов боя решительного успеха не достигнуто. Мрачно соображал генерал, а сзади за Тафаншинскими высотами стоит еще целая русская дивизия, не бывшая в бою. Есть о чем призадуматься. Генерал мрачно шагал по своему наблюдательному пункту. Затем он приказал одному из ординарцев тотчас же отправиться к третьему полку в деревню Шиндзы и передать приказание приготовиться к атаке. Когда солдат ушел, Оку поднес был бинокль к глазам, но тотчас его опустил. Он опять увидел, в который раз сегодня, захлебнувшуюся около самых окопов русских, очередную атаку японской пехоты. Появился еще ординарец, на этот раз от начальника санитарной части армии, с донесением, что с начала боя через перевязочные пункты прошло около ста раненых офицеров и свыше трех тысяч солдат. Командующий нахмурился. Если к этому прибавить еще убитых, то наши потери составят до полутора ста офицеров и не менее четырех тысяч нижних чинов, то есть около четверти всего офицерского состава армии и полутора полков солдат. На позициях у русских и в начале боя не было такого количества людей, горестно думал генерал. Еще одно последнее усилие, и если оно не удастся, то придется прекратить бой и ожидать высадки новых подкреплений, обороняясь одновременно и с юга, и с севера от наступающих русских армий, решил Оку. Явился Ямаоки и доложил, что артиллерийские снаряды уже подвозятся. Передайте сейчас же генералу Нира, чтобы он открыл самый сильный огонь по противнику и стрелял до последнего снаряда, распорядился Оку. Вскоре японская артиллерия вновь усиленно загрохотала по всему фронту, а пехота опять бросилась в атаку, но снова была отбита. «Все резервы! Какие еще есть под руками, немедленно бросить вперед! Я жду, что господа офицеры покажут себя истинными самураями и вместе с солдатами покроют себя вечной славой!» диктовал Оку майору свой очередной приказ. Артиллерия усиленно стреляла. Патроны в полках на исходе. На батареях осталось по пяти-шести снарядов на орудии, тревожно сообщили из дивизии через полчаса. «Стрелять до последнего патрона и снаряда!» «А затем идти в штыки, да поможет нам великая Аматерасу!» неистово кричал Оку в телефон своим командирам дивизии. Вечерело. Победа, казалось, окончательно ускользала из японских рук. И тут неожиданно с правого фланга передали радостную весть о том, что полки четвертой дивизии ворвались в русские окопы. «Бонзай!» Забывая о своем престиже, во всю глотку закричал обрадованный генерал и стал усиленно смотреть в подзорную трубу. Ему было видно, как серо-зеленые фигурки широкой волной заливали взятую позицию. Перед ними стремительно двигались назад белые линии русских цепей. Вскоре вся оппозиция была покрыта флагами страны восходящего солнца. Победа стала несомненной. «Прикажете отдать диспозицию в преследовании противника?» спросил генерал Ямаоки. «Я еще не сошел с ума». «Ни одного шага дальше позиции». «На ночь приготовиться к отбитию контратаки противника и тотчас же начать подготовку позиции к обороне на случай завтрашнего боя», приказал генерал. «Теперь же подтянуть парки и два полка из пятой дивизии к Дзинжоу». Со всех сторон шли радостные вести о захваченных пленных и трофеях. Но больше всего Оку обрадовался, когда лазутчики донесли об отходе частей, стоявших за Тафаншинскими воротами. Артурская армия перестала угрожать ему с юга. «Теперь пишите диспозицию, Ямаоки-сан». «Всем частям армии, за исключением двух полков и трех батарей первой дивизии, к утру подготовиться к движению на север, оставшимся под Дзинжоу частям держать связь с противником, но отнюдь не ввязываться при этом в бой», продиктовал командующий майору. Когда около полуночи было получено сообщение об оставлении русскими Дальнего, Оку еще раз в этот день прокричал Бонзай в честь своего императора. «Вправо, Ямаоки-сан, растерявшиеся и перетрусившие русские генералы, сегодня больше мы его заслужили благодарность нашего божественного Тенно», проговорил он, обращаясь к своему офицеру. В знак согласия тот молча наклонил голову. Глава третья Когда японцы начали общее наступление на русские позиции, генерал Фок, на обязанности которого было руководить обороной Дзинжоу, находился на Тафаншинских высотах. Отсюда, почти в шестиверстной дальности, он наблюдал за ходом боя. Генерал нервничал и чувствовал неприятную вистому. Он помнил секретный приказ Стесселя не задерживаться под Дзинжоу и отходить прямо в Артур. Надо было его выполнять. Около по-прежнему сидел Надеян и угрюмо шамкал беззубым ртом. «Пора двинуть на помощь Третьякову тринадцатой и четырнадцатой полки из бригады Ирмана, иначе будет поздно и придется отставить позицию». Неподалеку, в ожидании генеральских распоряжений, группой стояли чины штаба и командиры всех полков дивизии. Третьяков трус и подлец. Раз он сам не может справиться с японцами, занимая такую позицию, имея около полусотни орудий, из которых больше десятка тяжелых крепостных, сердит и бросил Фок ворчавшему Надейну. «На таких позициях я бы волком ходил и всех японцев передушил, как цыплят». «Окопы батареи разрушены, артиллерия молчит, не шнарядов, полк потерял половину швоего шаштава», не унимался старик Надейн. «Дезертиры и бегуны, а не солдаты. Смотрите, сколько их в тылу без винтовок ходит». «Это артиллеришты, у них нет ни винтовок, ни шнарядов для стрельбы. Вооружить их винтовками раненых и убитых и послать в окопы». «Едва ли это возможно при данных обстоятельствах». В это время к ним подъехал верхом худощавый полковник Ирман, командир 4-й Восточно-Сибирской стрелково-артиллерийской бригады в сопровождении высокого, юношески стройного, моложавого капитана с лихо закрученными вверх истинно черными усами Алиагаши Хлинского. «Ваше превосходительство», обратился Ирман к генералу Фоку, прикладывая руку к козырьку. «Японцы почти уже обошли левый фланг позиции. На правом фланге наши части тоже отходят под давлением превосходящих сил противника. Положение пятого полка очень тяжелое. Разрешите выдвинуть мои батареи на позицию полка и огнем на картечь остановить противника. Это облегчит отход пятого полка». «Категорически запрещаю выдвигать вперед хоть одно орудие», резко возразил Фок. «Наоборот, оттяните сейчас же назад к Нангалину, вашу третью батарею, которая слишком у вас выдвинута вперед и легко может попасть в руки японцев». «Нашей батареей не угрожает опасность, потому что впереди нее залив Хунуэза, который форсировать японцам не так легко. В случае необходимости батарея свободно может отступить на Талиенвань или Дальний», вмешался Шехлинский. «Прошу без рассуждения выполнять мое распоряжение», оборвал офицеров Фок. Сдерживая свое возмущение, Ирман и Шехлинский, откозыряв, поспешили отъехать. «Как хотите, Владимир Александрович», обратился к Ирману Шехлинский, «а я не отведу своей батареей, пока пятый полк будет нуждаться в нашей поддержке. Даже в случае его отступления я буду стрелять до последнего, не считаясь указаниями Фока». «В случае отхода пятого полка Фок первым кинется в тыл, забыв о вас и о всех других. Поэтому я не возражаю против ваших намерений и даже больше полностью разделяю ваши планы. Артиллерия должна до последнего патрона помогать пехоте», согласился Ирман. «На этом офицеры и расстались». «Пятый полк бежит», доложил Фок у начальника его штаба полковник Дмитриевский. «Бежит не полк, а отдельные трусы и шкурники, которых надо сейчас же задержать и половину из них перестрелять на месте», сердито прикрикнул Фок. Но вскоре Фок уже не спорил и не ругал своих подчиненных. Вскоре и для него стал очевиден отход пятого полка. Фок растерялся. Взмахом руки он подозвал к себе всех своих офицеров. По-видимому, японцы сосредоточили против нас огромные силы, благодаря чему им удалось занять такую сильную позицию, какой была наша. После разгрома пятого полка перед ними нет больше препятствий, и они, очевидно, через час много-полтора будут уже здесь. Было бы безумием с моей стороны принять бой на неукрепленных позициях против превосходящих сил противника, и нам остается одно. Возможно, скорее отступить к Артуру и укрыться за его укреплениями, заикаясь от волнения, проговорил Фок. Я швами не согласен, начал был надеян, но Фок попросту отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Прошу господ командиров полков немедленно по тревоге поднять обозы и отправить их прямо в Артур, а через час после них должны двинуться и сами полки, так как 14-й полк расположен ближе всех к позиции, то на составе Тарьер-Гард. 13-й и 15-й полки в порядке номеров пойдут к нам к Галину, а оттуда через перевал Шинзы по Мандаринке к Артуру. Артиллерия пойдет в промежутки между полками. Прошу немедленно привести в исполнение мои приказания, чтобы через час уже все было в движении». «Прикажете написать диспозицию частям?» спросил начальник штаба полковник Дмитриевский. «Какие там диспозиции?» «Лишь бы нам удалось ноги отсюда до ночи унести по добру по здорову». «Не время сейчас писаниной заниматься», желчно ответил Фок и приказал подать себе лошадь. «Ваше превосходительство! А мне когда отходить?» подбежал к генералу толстый неуклюжий командир 14-го полка полковник Савицкий. «В бой не вязывайтесь! Можете сниматься с позиции около девяти и десяти часов вечера. Ночевка полка в Нанголине. Туда без малого двадцать верст. Дорога скверная, идти надо ночью. Если я снимусь отсюда в десять часов вечера, то я только к утру буду в Нанголине. Какая же это ночевка! Невелика беда! Если ваши стрелки не поспят одну ночь, важно выйти из-под удара противника, оторваться от него и поскорее прибыть в Артур!» «Понимаю, слушаюсь», торопливо ответил Савицкий. «Пора нам двигаться», обратился Фокс своему штабу. «Мы должны проскочить в Нанголине и оттуда руководить общим отходом полков дивизии». «Прикажете сообщить в дальний об отступлении», напомнил Дмитриевский. «Там сосредоточено многомиллионное имущество, которое в короткий срок вывести, конечно, невозможно, и его придется уничтожить, чтобы она не попала к японцам, потом, потом, дайте уйти от всей этой сумятицы», и генерал широкой рысью двинулся вперед, за ним затрусил и остальной штаб. Командиры полков карьером поскакали к своим частям, и в полках поднялась суматоха. Командиры батальонов лично обходили свои роты и передавали распоряжения о выступлении, сокращая для верности срок на четверть часа, ротные командиры урезали время еще на четверть часа, а фельдфебели просто поднимали солдат по тревоге. В результате не через час, а через полчаса обозы всех полков сплошной лавиной тянулись по всем дорогам, идущим к нам Галину, тотчас же за обозами начали выступать и полки. Оставленный в арьергарде 14-й стрелковый полк тоже недолго задержался на месте. Трусоватый командир полка полковник Савицкий нервно прислушивался к отдельным выстрелам, еще раздававшимся в направлении дзинжоуских позиций. Вскоре он вызвал к себе начальника охотничьей команды поручика Янжиевского и приказал ему выдвинуться вперед и по возможности задержать японскую армию, которая в составе нескольких дивизий преследует отходящий пятый полк. Довольно-таки мудреные задачи. С тремистами человек без артиллерии задержать целую армию, не без иронии ответил поручик. Продержитесь возможно дольше. Помните, жертвуя собою вы спасете нашу дивизию от красгрома, с пафосом проговорил полковник. Сделаю все возможное и невозможное, господин полковник. Не поминайте лихом, если не вернусь. В тон Савицкому произнес Янжиевский, сдерживая улыбку при виде взволнованного лица своего командира. Поручик держался совсем другого мнения о намерениях японцев. Он не верил в мифическую опасность, якобы грозившую русской армией. Понеся огромные потери при штурме дзинжоуских позиций, японцы теперь приводили себя в порядок после тяжелого боя и меньше всего думали о преследовании русских. Отпустив поручика, командир 14-го полка решил, что его роль как начальник арьергарда окончена и приказал полку немедленно выступать к Нангалину. Около полуночи, когда утомленные поспешным отходом полки проходили мимо разъезда перелетной, находящегося в семи верстах от Нангалина, кто-то в темноте принял конных разведчиков 15-го стрелкового полка за японскую кавалерию и открыл по ним огонь. Перепуганные стрельбой обозы понеслись вперед к Нангалину и проскочили его, не останавливаясь. Это вызвало переполох на станции, где скопились лазареты и много раненых. Генерал Фокпо отдался общему настроению и приказал немедленно подать себе экстренный поезд в Артур, но единственный паровоз на станции оказался неисправным, и генерал поспешил сесть на лошадь и пуститься в догонку своих доблестных обозов. Прошло немало времени, пока растерявшиеся начальники наконец догадались подать сигнал отбой, который был подхвачен всеми гарнистами и трубачами. Услышав сигнал, солдаты постепенно успокоились, стрельба смолкла, полки снова двинулись вперед. В этот же день вечером в городе Дальнем, являющемся крупнейшим оборудованным портом Квантунской области, в квартире градом начальника военного инженера в запасе Василия Васильевича Сахарова сидел его друг и компаньон по многочисленным коммерческим предприятиям Николай Иванович Тифантай. Сахарова с Тифантаем связывало давнее знакомство еще по Петербургу. Известный в то время авантюрист, считавшийся в придворных кругах тибетским врачом Бадмаев, крестник самого царя Александра Третьего, играл видную роль при царском дворе. У Бадмаева служил секретарем китаец Тифантай. По примеру, своего покровителя он тоже принял православие и стал называться в честь наследника Николаем. Сахаров, тогда молодой блестящий гвардейский офицер, постарался втереться в доверие к одной из самых приближенных фрейлин, царевны Вырубовой. Она имела большое влияние на императрицу Александру Федоровну и через нее на самого царя. Вырубова лечилась у Бадмаева и Сахарову представилась возможность познакомиться и с Бадмаевым и с Тифантаем. Бадмаев стоял на стороне безудержной экспансии России на восток и прежде всего в Китай. Он не прочь был представлять в Петербурге тяготеющие к России китайские торговые круги. Тифантай полностью воспринял эту политическую линию. Как только Порт-Артур был занят Россией на правах аренды на 25 лет эти Тифантай и Сахаров почувствовали что настало время для активных действий. Сахаров через Вырубову получил рекомендацию к всемогущему тогда министру финансов Витте и был назначен градоначальником создаваемого города и Порта Дальнего. Тифантай же с помощью Бадмаева стал главным поставщиком русской армии в Манчжурии и на Квантуне. Ловкими махинациями оба приятеля вскоре создали себе хорошее состояние. Сейчас Сахаров и Тифантай сидели за небольшим украшенным перламутром столиком и пили шампанское. Они только что заключили крупную сделку. Тифантай купил все предприятия Сахарова в Дальнем. Сахаров знал, что городу грозит японская оккупация и в трудную для него минуту решил обратиться другу Тифантаю. Объегорили вы меня совсем, Николай Иванович? За шапку сухарей скупили мои дома и заведения, говорил Сахаров ему. Пользуйтесь затруднительным положением и обирайте меня как липку. Тифантай сощурил свои черные глаза и, одернув костюм с вежливой улыбкой, ответил. Не родился еще на свете человек, который сумел бы вас обойти, Василий Васильевич. Шутка ли сказать? Построить город и порт стоимостью в двадцать миллионов рублей и составить себе на этом десятимиллионное состояние? Слава о вас гремит по всему Дальнему Востоку. Такие доходы и ни одной даже самой паршивенькой сенаторской ревизии поистине вы маг и чародей у нас в Квантуне. Но, Николай Иванович, вы известны не меньше Сахарова. Вас знают на всех биржах от Токио до Сингапура. Льстите вы мне, Василий Васильевич, я всего лишь скромный малоизвестный купец. Не прибедняйтесь, Николай Иванович. Кому половина Артура принадлежит? Вам. Там, куда не плюнешь, все, в Тифонтае попадешь. Бани Тифонтае, мельницы Тифонтае, винокуренный завод Тифонтае, театр его же, не говоря уже о всех кабаках и опиокурильнях. Здесь, в Дальнем, с сегодняшнего дня вам тоже принадлежит до полусотни каменных домов, электрическая станция, добрая половина складов и все публичные дома. Это ли не богатство? Нет, Николай Иванович, честное слово, вы здорово меня сегодня объегорили, приобретя мое имущество за бесценок. По-моему, это не более как дружеская услуга с моей стороны. Завтра, послезавтра дальние займут японцы, и все ваше имущество было бы реквизировано как принадлежащее русскому подданному и офицеру, но ведь вы тоже русский подданный, но не офицер, а мирный купец, готовый кому угодно платить любые налоги, лишь бы не воевать. Да, ведь мы с вами с начала войны не один миллион заработали на поставках в армию, и еще заработаем, если будем вести себя умненько. Вы, может быть, я нет. Моя песенка в дальнем спето. Перевел сегодня по телеграфу все свои деньги в шанхайский банк при помощи японцев. Ну, правда, пришлось заплатить большие куртажные, но зато деньги будут в целости. Надо отдать справедливость, японцы дальновидны в коммерческих делах. Понимают, что я могу быть им еще полезен и очень полезен в Артуре сейчас и после войны. У меня к вам, Василий Васильевич, есть деловое предложение. Я, как вы знаете, остаюсь здесь, а Артур же верно моими артурскими предприятиями. Сколько я за это получу? Два процента от чистой прибыли. Меньше десяти я не согласен. Видит ваш русский бог и все китайские идолы. Больше трех процентов я вам дать не могу. Семь. Только для вас четыре, последнее слово пять. Так и быть. Сойдемся на четырех с половиной с одним условием. Я всегда должен быть в курсе всех артурских дел. Но если он будет блокирован? Нет такой блокады, которые не прорвали бы деньги. В свою очередь вы будете информировать меня о всех моих делах в Китае, Корее, Японии. В Артурии вам придется кое-кому платить. Некоторым регулярно, а другим от случая к случаю. Одним словом обычные российские порядки. Я вас слушаю, друг мой. И Сахаров вынул записную книжку. Артурскому полицмейстеру Таутсу ежемесячно по сто рублей, и ни одной копейкой больше. Если он вздумает вымогать, шепните об этом, верю, и ксевне Стессель, с соответствующим, конечно, подношением, и она быстренько поставит на место этого жулика. Ей самой почтительнейшие подношения, старинные китайские золоты, серебро, камни, и всякие дамские украшения, но отнюдь не деньги. Цена подарка в зависимости от важности ожидаемой услуги. Генералу, само собой, разумеется, не-ни-ни, раскричится сдуру, и все испортит. Комиссар Артурского городского совета, полковник Вершинин, глуп как пробка, и поэтому честен. Подъехать к нему можно, уступая из-за бесценок разные нужные ему вещи, отрезный шинель, белье, платки, духи, кстати, души Цон очень любит. Одним словом, борзых щенков, а не деньги, — понял Сахаров. — Жди щенков, если в них будет надобность. Затем крепостной интендант капитан Достохвалов. Ему постоянный оклад в триста рублей в месяц. Крепостной инженер-полковник Григоренко. В случае надобности сколько найдете нужным, но не больше тысячи. Крепостным жандармам. Ротмистру Микеладзе, ввиду его общепризнанной глупости, хватит и пятидесяти рублей в месяц. Зато поручику Познанскому, как особо вредному и жадному, меньше сотни платить нельзя. Теперь моряки. Прежде всего, адмирал Григорович. В деньгах он не нуждается. Своя рука владыка во всем портовом хозяйстве эскадры, зато чисто любив. На этой его слабости играйте. В управлении портом, кроме того, приходится давать всем и вся, но по мелочишкам, не больше четвертного. Вот, кажется, и все великие и малые артурские акулы. — Крепостной санитарный инспектор и крепостной контролер, — напомнил Сахаров, — сдельно. От каждого протокола и акта. Сумма в зависимости от важности дела. Связь с вами. Через верных людей. Они к вам будут заходить под видом нищих или разносчиков. Особые услуги? — Что вы под этим подразумеваете? — несколько смутился Тифантай. — Военные тайны, — отрезал Сахаров. — Они меня не интересуют, — лицемерно ответил Тифантай. — Не поэтому ли вы имеете прозапас паспорт японского подданного? — Только в целях личной охраны, имея в виду предстоящие вступления японцев. Но откуда вы это знаете? — Чтобы такая продувная бестия, как вы, да не имела бы двойного или тройного подданства, не обижайтесь, Николай Иванович, на вашем месте. Я поступал бы точно так же. — Приятно слушать умные речи. Если бы не это обстоятельство, то разве знали бы мы сегодня в два часа дня о динжоузском разгроме, как раз в тот момент, когда этот дурак Надеин посылал в Артур свои победные реляции? Я все больше удостоверяюсь в том, что японская разведка поставлена на необычайную высоту. Это вам, Василий Васильевич, особенно надо иметь в виду в Артуре. Каждый ваш шаг точно будет известен нам и, соответственно, оценен. Прикажете ваши слова понимать, как угрозу? — Бог с вами! Это всего лишь дружеское предпреждение, и не боли! — расплылся в улыбке Тефантай. Вошедший из луга подал Сахарову на серебряном подносе телеграмму. — От Стесселя. — Фок уже в Нанголине. Быстро это он пролетел. Двадцать с лишним верст от динжоу, — сообщил Сахаров своему собеседнику. — Почитаем, что он нам дальше пишет. Не позже двух часов ночи вывезти из дальнего в Артур всех русских подданных. Паровозы немедленно отправить в Нанголин, а людям отступать пешком. — Одновременно сообщите командиру шестнадцатого полка Раздольскому о необходимости немедленно приступить к уничтожению портовых сооружений, электрической станции, железнодорожных мастерских, запасов провианта и боеприпасов. Шестнадцатый полк должен в пять часов утра выступить к деревне Таллингоу. Надеюсь, вы, Василь Васильевич, не особенно поторопитесь извещать об этой телеграмме Раздольского. До его штаба шесть верст. По темноте час езды верхом. Сейчас около двенадцати часов. Следовательно, Раздольский может получить это извещение не ранее часа ночи. Еще через час выступит, подняв полк по тревоге, и будет здесь еще часа через полтора, то есть не ранее половины четвертого. — Тогда на подровные работы у нас останется полтора часа, рассчитал Сахаров. — Отсюда явствует, что телеграмму надо отправить отсюда с нарочным не ранее, чем через полтора-два часа. Тогда в его распоряжении вовсе не будет времени для производства взрыва. Он может выслать вперед конно-охотничью команду. Тогда она будет здесь не позже, чем через два часа. Сколько их человек? — Сорок-пятьдесят. Необходимо их задержать любыми средствами. В дальнем есть саперы? Человек пять, не более, и с ними инженер-капитан Зетгенидзе. Сами они многого не сделают, а с помощью охотников успеют, пожалуй, взорвать половину дальнего. Нельзя ли Зетгенидзе подкупить? Не останавливаясь перед суммой, боюсь, что нет. Это ученик и последователь Кондратенко, который весьма хорошо подбирает себе людей. Но кроме него, тут есть еще лейтенант Сухомлин. Беспробудная пьяница. Прекрасно. Конных охотников направим к Сухомлину. А Зетгенидзе ничего сообщать не будем. Лейтенанта до потери сознания накачаем до приезда охотников. Я этим озабочусь сам. Быстро, — решил Тефантай. — Пошлите телеграмму в половине второго. В половине четвертого охотники будут здесь, а полк придет после пяти и, следовательно, не задерживаясь, двинется дальше. Ладно. Все будет сделано, как мы с вами договорились, Николай Иванович. Надеюсь, мы еще увидимся с вами перед моим отъездом, — спросил Сахаров. К двум часам, когда вам надо будет выступать в Артур, с веренным вам гражданским населением я буду здесь. И купец направился к двери. Сахаров по телефону вызвал начальника полиции и, сообщив ему о срочной эвакуации дальнего, приказал собрать всех русских к двум часам ночи у него дома для дальнейшего следования в Артур пешим порядком. Ровно в два часа ночи Тефантай вернулся. — Оба обезврежены, — сообщил он. — Сухомлин пьян, а Зетгенидзе спит мертвым сном. — Убит? — с ужасом спросил Сахаров. — Зачем? — Просто небольшая доза снотворного. — До утра без медицинской помощи его не разбудит, — весело ответил Тефантай. — Раздольному сообщение послано минут десять назад. — Отлично. Значит, охотники раньше четырех часов здесь не будут, а полк, очевидно, поторопится пройти мимо дальнего. — Больше никаких указаний от вас не будет, Николай Иванович. Да вот еще что. В Артурии надо связаться с личным адъютантом Стесселя, князем Гантимуровым, из промотавшихся гвардейцев. Он только что приехал от Куропаткина и весьма понравился Вере Алексеевне. Затем с командиром двадцать седьмого полка полковником Рейсом. Употребите все ваше влияние, чтобы он был назначен начальником штаба Стесселя вместо Разнатовского, которого позавчера разбил паралич. В случае наступления чрезвычайного обстоятельства они нам очень пригодятся. — Какого именно? — Ну, скажем, при окончании обороны Артура. Они могут, конечно, из чисто альтруистических соображений повлиять на Стесселя через его жену в смысле нежелательности дальнейшего сопротивления. Это, конечно, только пример. Вы сами на месте увидите, когда и в чем они будут вам полезны. — Дальнейших объяснений не требуется, — понял Сахаров. — Вы уже уложились? — Кроме моего белья и одежды, все остальное в этом доме с сегодняшнего дня принадлежит вам, Николай Иванович. В память о нашей дружбе прошу вас, Василий Васильевич, взять себе все, что только вам здесь нравится и что может понадобиться в Артуре. Сахаров поблагодарил и приказал вошедшим слугам уложить в свою коляску несколько ковров и картин. — Спасибо вам, Николай Иванович, за все и позвольте с вами проститься. — Взволнованно проговорил Сахаров. Не ожидал даже, что меня так разволнует отъезд из дальнего. Как-никак я его создал своими руками. — Вполне понимаю ваше волнение, Василий Васильевич. Уверяю вас, что и при новой власти ваше имя не будет здесь забыто. У вас есть конвой? — Да, пять пограничников. Я вам дам еще двоих своих проводников. — Это зачем? Я прекрасно знаю дорогу в Артур. Зато вас не знают мои люди. И вы можете подвергнуться их нападению. Проводники же гарантируют вам полную безопасность пути. Сахаров еще раз поблагодарил Тефан Тая и вышел на улицу, где в темноте уже стояла толпа русских. Подвод в городе не было. Поэтому, взвалив на себя кой-какой скарб, жители собрались в сороковерстный путь в Артур. Среди них было много женщин и детей. Все это был трудовой народ, служащие и рабочие, которым пришлось бросить свое накопленное годами тяжелого труда имущество и нищими отправляться в Артур. Появление Сахарова было встречено целым взрывом жалоб и плача. От него требовали подвод хотя бы для женщин и детей. — Реквизируйте лошадей, экипажу и китайских купцов и домовладельцев, — просили его из толпы. — Не имею права конфисковать имущество подданных нейтральных стран, — ответил Сахаров. — Не можем же мы нести на руках сорок верст свои вещи. Оставляйте их здесь, как я оставляю все свои дома с полной обстановкой. — Ничего не поделаешь, война! — сокрушенно отвечал градоначальник. — Уступите хотя бы свою коляску для маленьких детей. К сожалению, не могу. Меня к восьми часам в Артуре ждет генерал Стессель. — Сволочь! — злобно ругались в толпе. Но Сахаров сделал вид, что не слышит брани и, сев в коляску, приказал кучеру трогать. — Как только русские беженцы отошли от дома Сахарова, в гостиную, где находился Тифантай, вошел слуга. При его появлении Тифантай почтительно встал. — Как дела? — мистер Тифантай, — спросил он по-японски. — Поручение вашего превосходительства мною в точности выполнено. — Сколько заплачено Сахарову? — Около двенадцати миллионов. — Фактическая стоимость его имущества — десять миллионов. — Таким образом, наш чистый пассив — два миллиона, — перезюмировал генерал. — В активе что? — Дальний совершенно в целом виде. — Во сколько вы определяете его стоимость? — Не меньше двухсот миллионов. — Сделка не без выгоды для нас, — проговорил японец. — Я доведу до сведений его величества императора о вашей плодотворной деятельности, мистер Тифантай. — Премного благодарен вашему превосходительству за столь высокую оценку моей работы, — рассыпался в благодарности Тифантай. — Покорнейше прошу засвидетельствовать могущественнейшему из монархов мира нашему обожаемому Тенну мою беспредельную преданность. — До окончательного ухода русских. Я остаюсь на своем прежнем положении, а затем займу этот особняк. Распорядитесь, чтобы ваши люди охраняли все ценное имущество в городе. В награду они могут ограбить и сжечь несколько русских домов и все китайские хибарки на окраине, — приказал генерал. — Все будет исполнено в точности, ваше превосходительство. Почтительно раскланялся Тифантай и вышел из комнаты. Впередний раздался властный хозяйский звонок. — Кого это еще принесло в такую позднюю пору? — нахмурился Танака. — Узнайте, мистер Тифантай. Японец продолжал сидеть в мягком кресле, рассматривая кончики своих туфель. В коридоре послышались быстрые шаги, дверь широко распахнулась, и появились Томлинсон со Смитом. Оба были в пальто, калошах, со шляпами на головах, как будто они зашли в сарай или мелкий ресторанчик, а не в благоустроенную квартиру известного им человека. За ними семенил, сгибаясь в три дуги Тифантай, Танаку как подбросил вверх. Он мгновенно оказался на ногах. С самой наиприятнейшей улыбкой на лице, на котором и следание осталось от суровости и хмурости, почтительно приветствовал неожиданных гостей. — Какому счастливому случаю обязан вашим приятным посещением? — Смею вас заверить словом самураи, что ничто так не могло нас обрадовать, как встреча с вами, — рассыпался японец в раболепных любезностях. Томлинсон и Смит молча сунули ему руки в знак приветствия и развалились в пальто и шляпах на мягких креслах. — Где мистер Сахаров? — спросил американец. — Полчаса, как выехал в Артур по приказанию Стесселе, — доложил Танако. — Вам, мистер Танако, придется отправиться вслед за ним. — А вы, мистер Дефонтай, сегодня же уедете в Ляо-Ян, в штаб Алексеева, — распорядился Смит. — Посмелюсь доложить, мистер Смит, что я получил приказ находиться в дальнем, до прибытия сюда японской императорской армии, — начал Булатанако. — Плевать мне на все ваши приказы. Наши общие дела требуют вашего присутствия в Артуре. Там имеется наш агент Сахаров, но он не вполне надежен, и вы должны следить за его действиями. Не останавливаясь перед его уничтожением, если он нам изменит. — Никаких возражений я не принимаю. Вам следует помнить, что без займов Япония войну вести не сможет, а без Америки она денег не получит. Ваша страна в наших руках. — И поэтому мои указания для вас не менее обязательны, чем распоряжение хотя бы самого маршала О. Ямы, — безапелляционно заявил американец. — А вы, мистер Тифантай, — обернулся Томлинсон, — будете находиться в штабе Манчжурской армии. Вам поручается организация вьючных обозов для русских, они в них очень нуждаются. Это даст вам возможность бывать в различных штабах, учреждениях и так далее. Какие именно нужны будут сведения, вы получите указания от нашего военного агента при штабе Алексеева. Он и будет руководить всей вашей деятельностью. Правительство его британского величества позаботится о вашем имуществе в Китае, Японии и Артуре. Выехать отсюда вы должны не позднее завтрашнего дня. Мистер Танака обеспечит вам пропуск через территорию, занятую японской армией. — А там вы уже сами проберетесь к русским, — наставлял Томлинсон. — Ваше указание, сэр, для меня священный, — приложил руку к сердцу Тифантай. — А смелюсь спросить вы сами, останетесь здесь, в Дальнем? — изогнулся в дугу Танака. — До прихода вашей армии. Затем мы отправимся в Токио, — ответил Смит. — Распорядитесь, чтобы нам приготовили ванну и хороший ужин. Мы смертельно устали, тряслись в экипаже по разбитой дороге из Артура, — приказал Томлинсон. — Вы проинструктировали Сахара о том, что он должен делать в Артуре, — мистер Тифантай, — спросил Смит. — Точно, согласно полученным от вас указаниям, сэр, — почтительно склонился перед ним Тифантай. — Значит, мистер Томлинсон, все в порядке, мы сможем хорошо отдохнуть, — решил американец. Танак и Тифантай поспешили откланяться и уйти. Спустя три дня японские войска наконец подошли к Дальнему. Уверенные в своей полной безопасности, они двигались без охранения, и когда перед самым городом неожиданно были обстреляны из придорожного гаоляна в бешеной ярости, принялись с залпами обстреливать невидимого противника. Захватить никого не удалось. Но вскоре установили, что нападение было организовано хунхузами, как именовали японцы китайских партизан, действовавших в Манжуре еще со времен Японо-Китайской войны. Прошлось полчаса, пока японцы успокоились и двинулись дальше. На главной площади города Дальнего японские колонны встретил Танако, он был в парадной форме, верхом на коне, и преисполнен сознанием важности происходящего. Войска генерал приветствовал криками «Банзай», на что солдаты отвечали теми же возгласами. Узнав про нападение, Танако обрадовался. Это хороший предлог для наложения контрибуции на китайское население. Разместите на постой солдат, а затем мы займемся сбором контрибуции в центре города под наблюдением офицеров. Собранные деньги будут направлены в подарок нашему божественному императору. Что касается окраин, то там пусть солдаты и сами займутся ее сбором. Всех, оказывающих сопротивление, уничтожать на месте, распорядился Танако. К вечеру весь город наполнился метущимися в ужасе китайцами, которых преследовали вооруженные японские солдаты. Пойманных ставили на колени, заставляли наклонять головы, Потом японцы рубили их короткими и острыми мечами. Скоро вся центральная площадь города была завалена трупами казненных. Утром Танако с большой свитой приехал полюбоваться на обезглавленные трупы. Он вспомнил, как десять лет назад организовал резню китайцев после взятия японцами Порт-Артура. Это казнь китайцев, хороший пролог перед нашим вступлением в Порт-Артур, в нынешней японо-русской войне. «Опьяненные видом крови солдаты ринутся на русских и уничтожат их так же, как мы уничтожаем здесь китайцев. И так будет со всеми, кто посмеет сопротивляться храбрым солдатам великой страны восходящего солнца», — напыщенно произнес генерал, обращаясь к своему окружению. В этот момент откуда-то из-за угла раздался одинокий выстрел. Пуля сорвала и палец плеча от Анаки. Генерал вздрогнул и побледнел. Затем приказал во что бы то ни стало найти стрелявшего и казнить его. Но одноухий китаец со шрамом на лице, как описывали его японские солдаты, успел скрыться среди китайских хибарок, его найти не удалось. Обозленный Танако приказал сжечь китайский поселок вместе с жителями. И вскоре огромный пожар охватил китайскую окраину Дальнего. Генералу доложили, что среди трупов сгоревших обнаружен и виновник покушения. Около девяти часов вечера сборный отряд Звонарева подошел к горящей станции Тафаншин. У станции Звонарева встретил Белоногов. Тут, ваше благородие, брошено уйма всякого добра, сообщил он. — Блохин нашел целый вагон со снарядами и оружейными патронами. Вот так-так, — удивился Родионов. — Мы на позиции их сидели без снарядов, а тут их, оказывается, целый вагон, который бросают на поживу японцам. Снаряды нам уже не нужны. — Так как нет пушек, а патроны следует раздать стрелкам, — решил Звонарев. И велел послать несколько человек за патронами. — Неужели опять на позицию пойдем? — взволновались стрелки. — Мало, что ли, сегодня воевали? Надо и отдохнуть после боя. Звонарев успокоил их, объяснив, что патроны надо разобрать по рукам, чтобы они не достались японцам. Солдаты внимательно выслушали и одобрительно загудели. — Честь имеем явиться, ваше благородие! Неожиданно появились перед прапорщиком Кошелев, Мельников и Грунин. Где вы, черти, пропадали? — Мы по вас уже по нехиду служить собрались, — приветствовал их Звонарев. — Значит, жить долго будем. Весело ответил Кошелев. Услышав, что Мельников нашелся, Варя и Шурка кинулись к нему. — Как вы спаслись? Неужели даже не ранены? Закидали они вопросами фельдшера. — Бог, должно быть, меня спас. Когда я из блиндажа вышел до ветру, тот и ударил. Я решил, что там всех побило, а тут японцы со всех сторон наседают. Я и подался бежать, пока же здесь не оказался. Тот встретил Кошелева с Груниным, а на станции нас нашел Блохин и послал к вам. Коротко изложил Мельников свои приключения. — Будешь у меня за начальника санитарной части, — улыбнулся Звонарев. — Вот тебе две сестры в помощь. Да, может, найдешь фельдшеров среди стрелков. — У меня в ваш благородье за станцией стоят три санитарные двуколки. Есть в них и медикаменты, — проговорил Мельников. — Где вы достали? — удивленно спросил Иваря. — Стрелки бросили при отступлении. Фельдшер с обеими девушками направился к повозкам. Через несколько минут явился Лебедкин и сообщил, что Заяц нашел на складах несколько ящиков консервов и много обмундирования. Звонарев быстро направился к складам. Укрытых подгаузов стояла целая толпа народу. Ни столбы огня, вырывающиеся из складов, ни грохот падающих балок, ни тучи головешек, сыпавшихся сверху, не могли остановить смельчаков, вытаскивавших из складов различные имущества. — Заяц, как курица-наседка, принимал все принесенное имущество под свою охрану. — Чего ты тут набрал? — спросил его Звонарев. — Одежды и обуви. Человек на сто, консервов с полтысячи банок, хмуты, шлеи, честидельники и бельишко малость. Куда ж мы все это денем? — Консервы по рукам раздадим, белье и одежу тоже, а хмуты в санитарные двуколки положим. На утесе и в хозяйстве они нам пригодятся. — Надо в вашем благороде нам выставить охрану, — предложил Родионов, а то не ровен час, налетит на пожар японец или хунгус и переполоху наделает. — Стрелков, что ли, нарядить? — Ненадежно они. Пуганые вороны, говорят, куста боятся, а у страха глаза велики. Им сегодня солна пришлось на позициях, наши их послать придется. Пошлем в дозор Кошлева с пятью человеками, он у нас разве только штабс-капитана боится, после того, как на него чихнул. — Не больше твоего, Тимофеич, — из темноты отозвался наводчик и стал подбирать людей для дозора. — Что-то без нас на утесе ведьметь наш делает, — проговорил Блохин, который сидел вместе с Родионовым и Лебедкиным. — Пойди, скучает и со скуки водку лакает. — Боегон сегодня с нами на позиции, вовек бы оттуда не ушел. Пропал бы и сам, и нас всех погубил, — задумчиво ответил Лебедкин. — Хорошо, что хоть наш прапорщик не очень боевой, — усмехнулся Родионов. — Зато не форсит и нас слушает, — заступился Блохин. — Это он правильно делает. — Миром да собором до всякого дела дойдешь и все обмозгуешь. — Нам бы теперь только потихоньку до Артура добраться, — вздохнул Блохин. — Надо найти наши полки и к ним пристать, — добавил Родионов. Через полчаса гарниз заиграл поход, и отряд стал собираться. Впереди должен был ехать Заяц на двух парах коров, запряженных в где-то найденную им походную кухню, за ним санитарные повозки, а дальше стрелки и артиллеристы. Для лучшего надзора за стрелками, которых никто не знал, Звонарев поставил их под команду Блохина и еще четырех артиллеристов. С японской винтовкой в руках Блохин спешно строил свое войско, покрикивая на стрелков. Он был польщен и смущен своим назначением, впервые за свою жизнь выступая в роли командира. — Геройский у вас командир! — шутили артиллеристы. — Одно слово Блоха! — Лебедкин! — позвал Звонарев. — Надо будет взорвать или поджечь вагон со снарядами. Справишься с этим? — Так точно. — Возьму двух человек и мигом оборудую, и солдат повернул назад к станции. Не прошло и пяти минут, как огромное пламя высоко взлетело в темноте ночи, и страшный грохот потряс воздух, долго еще отдавая с эхом в спящих сопках. — Все, взорвали, ваше благородие! — доложил, вернувшись Лебедкин. — Будешь пока в арьергарде со своими людьми и нас от японцев прикрывать, а я вперед пойду, чтобы с дороги не сбились в темноте! — распорядился Звонарев. Отряд уже отошел верст на шесть от Тафаншина, когда впереди неожиданно раздались отдельные ружейные выстрелы, скоро перешедшие в сильнейшую перестрелку. Звонарев остановил свой отряд. — Что за стрельба, понять не могу! — недоумевал прапорщик. — Японец нас обошел! — заметили в толпе. — У тебя, что ли, он между ног пролез, пока ты звезды считал дурь, и ты голова! — отозвался Блохин. — На позиции он остался, а сзади нас идут еще стрелковые полки и охотники. — Чем гадать-то зря? Пошлем в арбуроде вперед разведку! — посоветовал Родионов. — Блохин, иди со стрелками вперед. Пройдешь с полверсты, шли гонца с известием. Через версту еще, а там и поворачивай обратно. А мы здесь пока переждем, — распорядился Звонарев. Отобрав человек двадцать стрелков, Блохин ушел с ними в темноту. Через полчаса ганец от Блохина сообщил, что впереди все спокойно и никого нет. Следующий ганец сообщил, что с ними повстречались отставшие солдаты четырнадцатого полка, которые уверяли, что на идущие полки напала японская кавалерия, но была отбита. — С вами был один четырнадцатый полк? — спросил Звонарев. — Вся дивизия в арбуроде. По тревоге вечером поднялись и пошли скорым маршем прямо на Артур, — доложил стрелок. Вскоре подошел и сам Блохин. — Видать, наши стрелки здорового деру дали, — начал он свой доклад. — Повозов всяких на дороге побито да поломано, видимо-невидимо, а людей нет. Послышался быстро приближавшийся конский топот. Солдаты настороженно вскинули винтовки на изготовку. — Кто идет? — воскликнул Родионов. — Свои. — От поручика Инжиевского к вам высланы. Послышался ответ, и двое верховых, держа третью лошадь за повод, подъехали к отряду. — Где тут прапорщик будет? — спросил один из них. Звонарев отозвался. — Да вами, поручик, лошадь прислали и просили вас приехать к тебе. — Японцы-то где? — спросило сразу несколько голосов. — На наших позициях гуляют. Костры жгут да пляшут от радости, — ответил охотник. — А как же кавалерия их не в тылу оказалась? — Какая кавалерия? Просто зря тревогу подняли. Передав командование Родионову, Звонарев поехал к поручику. Вскоре они подъехали к группе развесистых деревьев, под которыми был разложен костер. Около него на бурке, подложив под голову папаху, растянулся стах. Тут же лицом к огню лежало на земле несколько человек стрелков, над костром кипел большой чайник, и солдаты подбрасывали под него сухие ветки. По отдаль стояли стрелки Блохина, поджидая подхода своего отряда. Вскоре подошел и остальной отряд. До девяти часов утра следующего дня охотничья команда Инжиевского и отряд Звонарева оставались на Тафаншинских высотах. Японцы не делали никаких попыток к наступлению, но оставаться тут все же было опасно, так как части дивизии Фока отошли уже верст десять за Анангалин, и таким образом Арьергард оторвался от дивизии более чем на тридцать верст. Когда отряд приготовился к выступлению, Звонарев и Инжиевский решили посмотреть издали над Дзинжоу. Доскакав до одной из сопок, они стали в бинокли разглядывать покинутые позиции. Несколько род японцев усиленно приводили их в порядок, поправляли окопы, свозили захваченные орудия. Вдали, за городом Дзинжоу, были видны большие колонны японцев, уходящие на север. — Неужели японцы уходят из Дзинжоу? — не поверил своим глазам Звонарев. — Черт бы побрал Фока с его трусостью. — Останься наши полки здесь, японцы не посмели бы увезти отсюда свои части. — А теперь они спокойно отправляют свои полки на север против Манжурской армии, — сообразил Стах. — Сейчас пошлю к Фоку, ординарце с этим известием, чтобы вернуть сюда наши полки. — Едва ли только Фок поверит вам. Он так напуган, что верно уж добрался до порта Артура и там наводит на всех панику. — Подожду тут до полудня, — решил Стах. — А там снимусь и Дину за вами. Вас же попрошу на всякий случай занять следующий горный хребет у Нангалина. Он представляет собой прекрасную позицию. Эх, если б у меня была хоть полубатарея, не ушел бы совсем отсюда. Распрощавшись с Янжиевским, Звонарев направился в догонку за своим отрядом. Вскоре наткнулись на брошенные орудия спередком. Невдалеке в канаве лежал перевернутый зарядный ящик. Артиллеристы, позабыв о строе, кинулись к нему, и через минуту и пушка, и ящик были водворены на середину дороги. — Как ее только забрать с собой, — угадали солдаты. Блохин осмотрел орудие со всех сторон, открыл замок, заглянул в ствол пушки и деловито заявил. — Плохо, Банина. У нас на утесе медведь бы за это по морде благословил. — Как вести? Возьмем лошадей с двух колоков, прижем сюда. — А то брось им, — не соглашались солдаты. — Кухня, она ведь нам полезная, а пушка сейчас ни к чему. Стрелять-то из нее не б кому? Как не б кому? — Хотя бы по такому дураку, как ты, — обернулся Влохин, — чтоб глупости не говорил. — Пушка, она завсегда артиллеристу нужна, да и деньги она стоит большие, не то что двуколка с кухней. Спор решил Звонарев. Так как раненых, за исключением Родионова, не было, то он решил бросить две санитарные двуколки и на одном у носа вывезти орудие. Пройдя, немного наткнулись еще на орудие, но до Нангалина было уже близко, и было решено сперва поставить первую пушку на позицию у Нангалинских высот, а затем туда же перебросить и вторую. Звонарев поехал выбирать позицию для своей импровизированной батареи. Забравшись на ближайшую сопку, он увидел перед собой равнину, ограниченную с севера Тафаншинскими высотами. В бинокле он заметил и двигающийся от Тафаншина отряд охотников. Установив пушки на позиции и расположив стрелков, прапорщик оставил Родионова за начальника, а сам поехал на станцию Нангалин в разведку. На станции он нашел много бродящих без дела солдат. Целый полевой лазарет, сотни раненых врачом и санитарами, десятка два пустых вагонов на путях. Около водокачки, тихо посапывая, как затухающий самовар, стоял сошедший с рельсов паровоз. Тут же копошились солдаты, видимо раздумывая, как поднять его на рельсы. Одноногий старик в старом солдатском мундире с георгиевским крестом на груди и в фуражке с красным околышем бодро ковылял вокруг паровоза. — Навали сразу! — кричал он на солдат. — Жми книзу сильнее! Увидев подъехавшего Звонарева, солдаты почтительно расступились. Прапорщик соскочил с коня и, обойдя паровоз, поднялся в паровозную будку. Беглого взгляда было достаточно, чтобы определить годность паровоза. Звонарев подкинул угля в топку, подкачал воды в котел и слез на землю. — Ты кто такой будешь? — спросил он старика. — Сторож при водокачке. Семен, сын, капитонов, Петров. — Раньше машинистом ездил, пока в крушении ногу не оторвало, — ответил старик. — Давай домкраты. Пару запасных рельсов и несколько ломов, — приказал Звонарев. Вскоре работа около паровоза закипела. Оставив здесь за старшего одноногого машиниста, прапорщик пошел осматривать станцию. Она была почти не разрушена, за исключением телеграфа, телефона, выбитых стекол и поваленных станционных фонарей. Тут он встретил Блохина с Лебедкиным и Кошелевым. — Вы как сюда попали? — Сафрон Тимофеевич до вас послали. Вот эстафета от поручика, — доложил Лебедкин, протягивая прапорщику пакет. Прочтя записку, Звонарев узнал, что Енжиевский отходит к Нангалинским высотам без давления со стороны противника, так как получил сведения о высадке японцев Толиенвани в тылу Тонфашинских позиций, а одновременно он просил не задерживаться на Нангалинских позициях. — Сафрон Тимофеевич, записку уже прочитали. Сейчас одну пушку сюда подвезут, а потом другую, — доложил Лебедкин. — Паровоз бы нам только на рельсы поставить, тогда все погрузим в вагоны и вывезем отсюда, — проговорил Звонарев. — На руках паровоз подымем и на место поставим, ваше благородие, — уверял Блохин. Вместе с солдатами Звонарев пошел по станционным путям осматривать вагоны. Они оказались в полной исправности, и нужно было только составить из них эшелон. — Как подвигается работа, кавалер? Подходя к паровозу, спросил прапорщик у одноногого старика. — Надо поднять еще только одну пару колес под тендером, и все будет готово, хоть в Россию тогда езжай на паровозе. Солдаты полезли под тендер с домкратом. Пока поднимали паровоз, Звонарев решил заняться составлением поезда, для чего надо было вручную перекатить вагоны на главный путь и сцепить их между собою. — Кошелев и Блохин, — позвал прапорщик, — соберите стрелков и начните перекатывать вагоны по путям под состав. — Вали, братки, сюда! — замахал фуражкой Блохин. Солдаты со всех сторон стали сходиться на зов. — Кати все вагоны на главную путью! — распорядился Блохин. — Скоро станция огласила с шумом двигающихся вагонов и перезвоном буферов. — Надеюсь, господин прапорщик, вы не забудете о нашем лазарете. Подошел к Звонареву врач. — Вот вам подряд семь теплушек и одна платформа. Можете здесь устраиваться, — ответил прапорщик. Наконец паровоз был поднят на рельсы, и Капитоныч, забравшись в будку с победным свистом, повел его по путям под состав. В это время к станции подъехал Янжиевский, а следом за ним появилась коровья батарея, как прозвали стрелки-пушки, перевозимые на коровах. — Вы никак уж готовы к отъезду? — удивился поручик. — Вас только поджидаем. — Я хотел до вечера задержаться на высотах и затем вместе с вами ехать дальше уже по железной дороге. Надо выехать пораньше, засветло, пока путь впереди хорошо виден. Может быть, он будет испорчен нашими при отступлении. — Ладно, через час я буду здесь. Взорвем, что можно, на станции и присоеднимся к вам. — Вы сообщили в Артурх об отходе японцев на север? Послал телеграмму с Нарочным, Кондратенко и с Тесселю, но ответ пока никакого не получил. Между тем солдаты вручную перекатывали вагоны. Блохин принимал в этом самое активное участие, одновременно рассказывая о своих впечатлениях. — Посмотрели мы на тутшние деревни, чем только люди живут, — удивлялся Блохин. — Беднота почище нашей. В одной хате по двадцать человек ютятся, а земли на всех самое большое — полдесятины. Хлеб по зернышку сажают, как овощ, только чумизой выручает китайца. Налоги с них дерут, тоже не хуже нашего. При нас какой-то чиновник палками выбивал недоимки из крестьян. Как и у нас, обирают крестьян все, кто может. И бонзы, и помещики, и даже маломальский чиновник. — При жизни с военинам братья родные, только победнее. Всякое издевательство терпит народ над собой, а скинуть скорпионов не может. Пособить бы им хотя малость. — Ты не очень-то рассказывай о скорпионах. Мы своих пока не скинули, а ты с чужих хочешь приниматься, — остановил его Родионов. — Научимся чужих скидать, проще будет справиться с своими, — не сдавался Блохин. — После войны об этом думать будем. А сейчас надо поскорее до Артура добираться, пока японец не догнал, — ответил Родионов. Как только раненые и кухня с орудиями были погружены в вагоны, Звонарев вывел эшелон на станцию и стал ожидать прибытия охотников. — Дозвольте нам, ваше благородие, станцию порушить, — попросил Блохин. — Зачем добро японцу отдавать? — Вали, но поскорее. — Как подойдут охотники, сразу тронемся. Человек сто солдат рассыпались по всем станционным зданиям. Вскоре один за другим загорелись пустые пакгаузы и другие пристанционные постройки. И когда Энжиевский со своими охотниками подошел к станции, она представляла собой сплошное море огня. Оставалось только взорвать водокачку, что и было тотчас же проделано. — Все? — спросил Звонарев, когда стах подошел к эшелону. — Все, сейчас последние стрелки подойдут, — ответил поручик. — А японцев я так сегодня до самого вечера и не видел. Смело бы наши полки могли опять вернуться к Тафаншину. — Смелость этой самой, к сожалению, и не хватает у наших генералов, — ответил Звонарев. Через несколько минут поезд тронулся. Звонарев вместе с Капитонычем поместился на паровозе. В последнем вагоне ехал Энжиевский с подровняками. После каждого моста, который они проезжали, поезд останавливался. Охотники рвали мост, и поезд шел дальше. На полпути до Ичендзы эшелон встретил передовые заставы 14-го полка, которые никак не хотели верить, что это их же охотники. — Мы считали, что вы все давно погибли, — заявил начальник заставы Энжиевскому. — Сейчас пошлю радостную весть о вас Савицкому. Скорее он будет огорчен. Что ему не удалось отделаться от меня, чем обрадован моим возвращением? — Я доеду до Ичендзы, там переночую, а завтра утром присоединиваюсь к полку, — ответил Стах. Вы, Чендзы, артиллеристы, сгрузили подобранные пушки и зарядные ящики. Здесь же сошли и охотники 14-го полка, а эшелон двинулся дальше. Было около полуночи, когда, наконец, поезд пришел в Артур. Станция была едва освещена, солдаты железнодорожной роты, обслуживающие вокзал с фонарями, в руках подошли к эшелону. — Никак и в самом деле притопали до места, — выглянул из вагона Блохин. — Вылазь над, Димофеич! — обернулся он к Родионову, дремавшему в углу. — Пошевели народ, Филя, а то мне что-то не дужится! — отозвался фейерверкер. — Артиллеристы, стрекулисты, стрелочки-дружочки, катисы из вагонов! — зарал Блохин, соскакивая на землю. — Живо свое добро выгружай! — сонные солдаты стали лениво вылезать из вагонов. Варя с врачом лазарета отправились на вокзал вызывать подводы для перевозки раненых. Заяц с Белоноговым и Мельниковым с помощью других утесовцев выгружали свои трофеи, походные кухни, четыре коровы, три лошади и санитарную двукулку. Когда все было выгружено, артиллеристы и стрелки построились на площади перед вокзалом. — Пересчитай людей! — приказал Звонарев. — Сорок два артиллериста и сто тридцать стрелков! — доложил Родионов. — Направо! Шагом марш! — скомандовал прапорщик. Солдаты, обрадованные возвращением в Артур с места, двинулись бодрым широким шагом. — Пей, сильники, вперед! Белоногов запивай! — распорядился Звонарев. Пошептавшись о чем-то с солдатами, запивало бодро затянул неожиданную импровизацию. — Артурские вершины! Я вас увижу вновь! Зимжоуские долины, кладбище удальцов! Тревожи спящий Артур! Все дружно подхватили песню под молодецкий посвист Блохина. В ответ во всех концах города громко залаяли обеспокоенные собаки, да испуганно шарахнулся в сторону встречный ночной патруль. — Какая часть идет? — окликнули их из темноты подъехавшие всадники. — Сводные роты Квантунской крепостной артиллерии и стрелки пятого полка возвращаются из-под Зинджоу, ваше превосходительство! — ответил Звонарев, узнавший по голосу Кондратенко. — Смотрите, ваше превосходительство, какими они идут молодцами! Кто же скажет, что это часть, и только вчера потерпели тяжелые поражения? — обратился Кондратенко и его начальник штаба, подполковник Науменко. — Я же все время говорю, Евгений Николаевич, что под Зинджоу потерпели поражение не наши полки, а наши генералы и штабы. Вид этих стрелков и артиллеристов целиком подтверждает мое утверждение, — ответил генерал. После того, как прошли набережную и доки, сводный отряд Звонарева разделился. Стрелки свернули налево в казарму десятого полка, где они должны были переночевать, а артиллеристы, за исключением утесовцев, направились в артиллерийский городок, а оставшиеся утесовцы двинулись дальше. Звонарев повел взвод в обход Золотой горы, солдаты шли с трудом, сказывалась усталость последних дней. — Что, примолкли? Или не хочется на нашем утесе сидеть? — спросил прапорщик ближайших солдат. — Никак нет, соскучились мы по своему утесу, — отозвался Кошелев. — Пойди, ждут нас там, поджидают. — Пашурки! — Савиш на слезы льет, — вставил Белоногов. — По нас ведьметь! — перебил Блохин, подошедший сзади. — Это верно. — Денные ночи, напади, поподари, ходит, до нас выглядывает, особливо Блоху, — вставил Булкин. Когда обогнули Золотую гору, и в темноте стал виден прожектор утеса, солдаты сразу оживились. — Светит, светит наш утесик, днем и ночью, все за морем наблюдает, — радостно проговорил Ярцев. — Подтянись! — обернулся Родионов к солдатам. — Должны мы героями подойти. — Чтоб не подумали про нас, что мы из Дзинджоу бежали. Затяни-ка, Белоногов, — медвежью, чтоб сразу он почуял, что мы идем, — предложил Блохин. Звонарев удивленно обернулся. — Это что еще за медвежье? — Какой поручик любит! Белоногов откашлялся и с чувством запел. — Ей, чего хлопцы, славно молодцы, смутные и невеселые. Хибо в шинкарке мало горилки, малые меда и пива. Остальные подхватили сперва тихо, а затем все сильнее и сильнее, будя тишину тихой летней ночи. По мере приближения к утесу солдаты постепенно убыстряли темп песни и ускоряли шаг. У самых казарм Звонарев скомандовал — взвод, стой! Солдаты с особой четкостью остановились и опустили винтовки к ноге. — Налево, равняйсь! В то же мгновение широко распахнулась дверь офицерского флигеля, и на крыльце появилась высокая фигура Борейка в одной рубахе, в брюках и туфлях на босу ногу. Спрыгнув с крыльца, он на бегу закричал во всю силу своих легких «Здорово, орлы! Спасибо за службу геройскую!» Взвод тотчас же так и ответил, что зазвенели стекла в окнах. Борейка уже сгреб в свои объятия Звонарева, затем Родионова, а потом по очереди и всех солдат. — Не думал вас и в живых видеть! — взволнованно кричал поручик. — Еще в одиннадцать часов вечера звонил в управление артиллерии и справлялся о вас. Мне ответили, что служите, мол, панихиду заупокоить душ, но у приставленных воинов. А он вы легки на помине, сами домой притопали живы и здоровы. — Не все в ваш благороди, — заметил Родионов. — Кого нет? — Убитый Купин, Люков, Гнедин, Жариков, — перечислял фейерверкер. — Да пропали без вести Павлов, Копейка, Зых, Борейка глубоко вздохнул. — Помянем же их, братцы, добрым словом! Шапки долой! Запивай, Белоногов! — Вечная память! — торжественно, грустно запели солдаты. Пение подхватили высыпшие из казарма оставшиеся на утесе. Артиллеристы, и образовался хор в две с половиной сотни голосов. Около фельдбебельской квартиры Савишна, утирая слезы, целовала свою дочь. — Доню моя, родная, дитятка моя, не чаяла я тебя видеть на этом свете! — перечитала она над дочкой. — Ой, мама, так я ж вернула! Зачем же вам плакать? — Плачу я с радостью, доченька ж тебя увидела! — Плачу по тем, кто погиб на войне! — ответила старая фельдфебельша. — Накройсь! — скомандовал Борейко, когда пение окончилось. — Ну, теперь рассказывайте, кто из вас самый большой герой! — Генерал-фельдмаршал Блохин! — выкрикнули солдаты, и наперебой начали рассказывать о его похождениях. — Выходит, что блоха непростая, а геройская! — Иван, подай сюда четвертуху водки и стакан! Надо за Блохина выпить! Который еще у нас герой? — Родионов, Заяц, Мельников! — перечисляли солдаты. — Сафрон Тимофеевич, представим тебя, да и остальных, георгиевским крестам! — с чувством проговорил Борейко. — Что это у тебя там за повозки? — пригляделся в темноту поручик. — Трофеи наши! — Санитарная двуколка, походная кухня, три лошади, четыре коровы и хомуты! — перечислял Родионов. — Все Заяц, Смельниковым да Лебедкиным разжались. — Молодцы ребята! Пади соскочились там по своему медведю! — под общий смех спросил Борейко. — Мы сами из медвежьей породы! — отозвался Блохин. — Так я первый взвод буду звать медвежьим! — рассмеялся Борейко. Денщик принес водку, стакан и нарезанный на тарелке хлеб. — Подходи причащаться, Сафрон Тимофеевич! Тебе первому! — поднес фейерверкеру стакан водки Борейко. Родионов с залпом выпил водку, крякнул и закусил кусочком хлеба. — Сразу тебя рана полегчает, Сафрон! — заметил Блохин. — от водки кровь сворачивается и тело заживает. — Ты здоровый, ее весьма обожаешь! — усмехнулся Родионов. — Ну-с, подходи, Блоха! Как тебя звать-то? — Филиппом поп крестил. — А по-батюшке Иванович в арблороде! — Причащается раб Божий Филипп, сын Иванов, чистейшей русской водкой, ржаным хлебом! — пошутил Борейко, поднося ему стакан. Блохин одним духом осушил стакан и с грустью посмотрел на пустое дно. — Мало, что ли? — спросил Борейко. — Надо бы еще чуток, а то глотка больно засохла. — Очумеешь и в драку полезешь. — Как пред истинным? — Отсюда прямо на свою койку пойду и завалю спать. — Ладно, пей уж за все твои геройства! — налил второй стакан Борейко. Угостив всех солдат водкой, Борейко вспомнил о Шуре Назаренко. — А где Шурка? Позвать ее сюда! — распорядился он. — В хату зашла, а сейчас ее покличим. Просился кто-то из солдат к фельдфебельской квартире. — Как она вела себя в Зинжоу? — спросил поручик. — Геройская девка! — ответил за всех мельников. — Не в папашу родилась! — ставил Родионов. — Вы меня шукали? — спросила подходя Шура. — Горилкой тебя хочу угостить за твою храбрость! — сказал Борейко, наливая стакан. — Так я аж ее в жизни не пила! — испугалась девушка. — Ну так я за твое здоровье выпью, чтоб тебе жених хороший попался, а ты только пригубишь! — подал стакан Шурке-поручик. Девушка чуть прикоснулась к водке губами. — Фу, какая горькая и да противная! — плюнула она. В это время вышел на улицу, разбуженный шумом Гудима. — Смирно! — скомандовал Борейко, увидев командира. Поздоровавшись с солдатами, поздравив их с возвращением, Гудима спохватился. А звонарев где? Все обернулись, ища в темноте исчезнувшего прапорщика. — Сергей Владимирович! — ау! — заорал Борейко. — Они пошли к себе мыться, — сообщил Лебедкин. — Прикажете позвать? — Нет, пусть приведет себя в порядок. И Гудима с Борейко отправились осматривать привезенные трофеи. Мельников вытаскивал из двухколки хомуты, цинки с патронами, медикаментами, станционный колокол, оцинкованную ванну и кучу разного тряпья. Кухня зайца тоже оказалась набита различными солдатскими пожитками. Появление каждой новой вещи вызывало одобрительный гул среди столпившихся вокруг солдат. — Не зря, значит, первый взвод под Дзинжоу ездил. Разжилистки наши там разным барахлишком завидовали в толпе. — Кто разжился барахлом, а кто и деревянным крестом? — отозвался Ярцев. — На войне без того не обходится, — возразил Лепехин. Приказав спрятать вещи до утра в сарай, Гудима отправился к себе на квартиру. — Расходись по койкам, — распорядился Назаренко. — Завтра все разглядеть поспеете. Солдаты нехотя возвращались в казарму. Дежурный пороте Жиганов охрип, крича и ругаясь, пока все улеглись на свои места. Между тем Звонарев, вымывшись и переодевшись, отправился с докладом к Гудиме. Здесь он застал и Борейко. — Прежде всего вам надо закусить с дороги, — предложил Гудима. — И выпить нам всем, — добавил Борейко, — за него и заварю белую. — Да перестань ты глупости говорить, Борис Дмитриевич, — растердился Звонарев. — Тот, когда вы уехали в Динжо, она нам покоя не давала. На день по пять раз спрашивала, нет ли у нас оттуда известий, — догадался Гудима. — Да она не только у вас, а как бешеная кошка носилась по всему Артуру в надежде получить сведения о Звонареве. И у Стессы ли бывала, и у Кондратенко, и даже к морякам заглянула. Успокоилась только тогда, когда потихоньку удрала от родителей вместе с Шуркой. Переполох тут поднялся страшный. Пропала генеральская дочка. — Решили, что ее хунхузы похитили, нарядили и целый отряд для розысков, но тут получили телеграмму от высоких, что она в Динжо и успокоились. А сегодня опять поднялась самотоха. Решили, что она вместе с вами пропала в бою без вести. Белый даже ездил к германскому военному агенту при штабе Стесселя, просил его навести справки через германского посла в Японии. Не попала ли Варя в плен, — рассказывал Борейко. — Да, девушка боевая. Того и гляди, соберет свой отряд и начнет партизанить в тылу у японцев и попадет к хунхузам в лапы. — Последняя новость! — не вынимал Соборейко. — Юницкий получил у Кати белый полную отставку и изъят из адъютантов, и сослан на постройку батареи у Кумернинского люниета. Верт за семь от нового города. — Кто ж теперь адъютантом? — Пока никого нет. А кандидатов всего один — это ты. — Ни за что не пойду в адъютанты. — Раз ухаживаешь за генеральской дочкой, значит, отказываться нельзя, — шутил Гудима. — Да не я за ней ухаживаю, она за мной! — в отчаянии воскликнул Звонарев под хохот своих собеседников. — Вот так признание! Обязательно, Варя, расскажу! — смеял Соборейко. — За ужином прапорщик начал подробный рассказ обо всем, происшедшем в Дзинджоу, и было далеко за полночь, когда собеседники, наконец, разошлись. На следующее утро все офицеры роты, включая и Чижа, сухо поздоровавшегося со Звонаревым, собрались в канцелярии. Тут же присутствовал и Родионов. Гудима зачитал написанную им реляцию о представлении к награждению отряда Звонарева. Прапорщик был поражен точностью изложения его ночного доклада. После полудня Звонарев отправился с докладом в управление артиллерии. Там его встретили, как воскресшего из мертвых. Белый долго пожимал ему руку и благодарил за работу под Дзинджоу и за заботу о дочери. — Поженить их надо, ваше превосходительство! — шутил Тахотелов. — Очень хорошая пара будет. — Не время сейчас свадьбами заниматься. Да и молода еще варишь, чтобы думать о замужестве, — возразил Белый. — О вашей деятельности в бою, Сергей Владимирович. У меня имеется донесение высоких и сообщение Третьякова. Было бы очень хорошо, если бы поручик Янжиевский также дал отзыв о вашей работе при отступлении. Это дало бы мне возможность представить вас к высшей награде. Обратился к прапорщику генерал. — Я вам весьма признателен, ваше превосходительство, за заботу обо мне, но я думаю, что есть много других лиц, более меня, заслуживающих награды, — ответил Звонарев. — Скромность — красота юноши, но вы, несомненно, достойны награды, и я надеюсь, что генерал Стессель удовлетворит мое ходатайство о награждении вас. Прапорщику оставалось только поблагодарить. — Теперь о деле. — Я хочу вас взять с электрического утеса на работу в управлении крепостной артиллерии. Здесь, правда, вы тоже не засидитесь. — Николай Андреевич и Гобята, и вас мне придется на время откомандировать в распоряжении генерала Кондратенко, которому поручено общее руководство работы по укреплению схопутной обороны. — Одним словом, дюша мой, вы пошли в гору, — похлопал по плечу прапорщика Тахотелов. — Я лично предпочел бы остаться на утесе, — возразил Звонарев. — Там вам сейчас делать нечего. Теперь центр тяжести обороны переносится на сухопутный фронт. Вашей роте поручается вооружить батареей литера Б и залитерную. — Все в районе форта номер два, — пояснил генерал. — Если Кондратенко поручит вам наблюдение за работой в этом секторе, то ваше желание будет удовлетворено, и вы с утесовцами не расстанетесь. Теперь же, господа, милость, прошу ко мне на обед, — пригласил генерал. Гостей встретила Варя в белом нарядном платье и церемонно проводила их в гостиную. — Варя сегодня ведет себя совсем как фрейлина двора, — заметил улыбаясь-то хотелов. — Ох, и попала мне вчера, когда я домой вернулась, — вздохнула девушка. — Мама плачет и ругает. Папа, хотя и не плачет, но тоже ругает. Катя и та шипит от злости. Боюсь еще и сегодня рот раскрыть. — Ненадолго у вас хватит смирения, — скептически заметил Звонарев. — Особенно если вы будете дразнить меня, несчастный трусишка. Как он от японцев удирал, пятки так и сверкали. Вы, кажется, бежали со мной рядом. Так ведь я женщина, а не офицер, мне можно и струкнуть. Через несколько дней Звонарев был зачислен в штаб Кондратенко и стал ведать вооружением батареи восточного участка сухопутного фронта. На его обязанности лежало наблюдать за установкой артиллерийских орудий. Утесовцам были даны для вооружения и оборудования батареи Литера-Б и Залитерное, расположенные между фортами номер 1 и 2. Жуковский по выздоровлению был назначен командиром батареи Литера-Б. Борейко стал его заместителем на сухопутных батареях, а на Утесе, по-прежнему оставшемся базой и роты, были оставлены Гудима и Чиж. Гудима и Чиж. Продолжение следует...